Женя, телеканал «Первый Севастопольский», встретимся сегодня, мы встречаемся на медиаплощадке «Медиа-центр Севастополь», и сегодня у наших гостей, у депутатов, журналистов и общественности накопилось много вопросов, и я предлагаю Алексею на первый вопрос. А кто снизу сидит? Здесь? А где еще? Телеканал на пятом олимпиаде, на четвертом, третьем и втором. Я же думаю, куда ниже. Здравствуйте, Наталья Владимировна, спасибо, что приняли приглашение, телеканал «Первый Севастопольский» встретится сегодня, мы встречаемся на медиаплощадке «Медиа-центр Севастополь», и сегодня у наших гостей, у депутатов, журналистов и общественности накопилось много вопросов, и я предлагаю от Алексея первый вопрос задать вам. «Первый Севастопольский, вот буквально меньше месяца назад, замечательный вопрос с вас, как и у губернатора сядет. Губернатор приехал, а проблемы, которые он проделал, они остались, и их необходимо решать, все было взаимым в будущем. Я бы хотел спросить у вас и у остальных, какие основные проблемы остались после этого сядетного, какие пути решения, какие дорожные карты решения этих проблем, которые вы видите в ближайшие пять лет, которые у вас сейчас... Ну, я по поводу всех участников не могу ответить, потому что они же здесь местные севастопольцы, правильно? И с проблемами наверняка больше знакомы. Это каждодневные проблемы, начиная с электричества и воды, работа от честных сооружений и всех злободневных таких вопросов, заканчивая более масштабными, там, подготовки к выборам. Я знаю о проблемах, которые мне озвучивают севастопольцы. Это проблемы индивидуального характера, большей в своей части, потому что люди обращаются с такими конкретными вопросами, с которыми они столкнулись именно в своей жизни. Допустим, медицинская помощь, некачественная медицинская помощь, либо заплатить за определенные услуги. Поэтому проблемы, конечно, много, они были, есть и, к сожалению, медленно решаются, но я убеждена в том, что если об этих проблемах говорить чаще, публично и обращаться, то есть не опускать рук, то они должны решаться намного быстрее. Можно еще раз вопрос? Вы, я знаю, проводили здесь несколько встреч, и достаточно много общались, насколько это то, что на вопрос медицинской помощи, качественной медицинской помощи и здравоохранения является очень острым, потому что люди с такими страшными вещами обращаются, вплоть до того, что даже гибнут просто, погибают. Ну, к примеру, ужасная история Красникова, фамилия, или Красильникова, Красильникова. Девушка ко мне обращалась, она же и попадала на прямую линию к президенту Владимиру Владимировичу и рассказывала про страшную историю с ее мамой, когда нужно было проводить определенные процедуры, химиотерапию и все остальные сопутствующие вещи. Но в здравоохранении Севастополя, в департаменте, просили определенную сумму денег. И поэтому было упущено время, и, конечно, летальный исход, который наступил, он был неизбежен, но тем не менее, ведь это же человеческая жизнь, это родной человек, за которого дочь ходила, просила, ходатайствовала, обращалась к губернатору, бывшему губернатору, но, к сожалению, ее особо не услышали. В настоящее время я знаю, что проводится расследование по данному факту, по факту некачественного оказания медпомощи и платных услуг. Но, к сожалению, пока еще в таком режиме это все находится, ее допрашивают, приглашают к следователю, и с таким наклоном, будто бы она виновата, то есть ее уже превращают в обвиняемую, она обращается ко мне, переживает, и, конечно, ей страшно, потому что все, что угодно может произойти. И действительно, из числа, из статуса потерпевшей она может превратиться и в обвиняемую. Поэтому она переживает, обращается, чтобы это дело находилось на контроле. Я пишу запросы соответствующие, руководство Следственного комитета и Генеральной прокуратуры берет на контроль расследование данного уголовного дела, в Министерство здравоохранения обращалась, тоже на контроле это обращение находится у них. Ну, надеюсь, что все разрешится хорошим образом. Ну, дело в том, что у нас, вот, Алексей сказал, что наследство Овсянникова, которое он будет, он будет в городе Овсянникова, а его ребят остались. Так как вы общаетесь с народом, то вот вам народная характеристика, я вам передаю на 7 оставшихся членов ОПГ Овсянникова. И, следствие, пока вы так просматриваете, про медицину у нас все-таки, простите, но у нас вообще непонятная ситуация. У нас отделение ГУДРА, вот, наш департамент, он с 14-го года находится в ряду у них помещений. При том, что в Казне есть свои помещения, платят 500 тысяч, 504 тысячи рублей в месяц просто за аренду на карантинной 46. Платят некому Червинскому, вроде бы, как связано с Севмонзаводом лучше, но это не столь важно. 6 миллионов в год уходит на аренду для чиновников при наличии помещений в Казне. Вот сам факт того, что не решается этот вопрос, и кому-то выгодно платить аренду, понимаете, это уже ненормально. Это все уже в силу, да, и я надеюсь, что новый губернатор, конечно, это решит, но если вы можете каким-то образом помочь, поддержать этот вопрос, это будет 6 миллионов лучше отдать на лекарства и на премии, вы понимаете, чем просто отдавать непонятному дяде живущему. Можно я продолжу по поводу медицины, вы сказали о частных проблемах, что люди жалуются, приходят, конечно, за частные проблемы. Но все эти частные проблемы все равно ведь зависят от глобальных решенных проблем. Мы знаем, что у нас не построен онкологический центр, нет до сих пор новой инфекционной больницы, и все это, к сожалению, наследие предыдущего состава правительства во главе с Дмитрием Овсянниковым. Как вы оцениваете, насколько вот это тяжелое наследство притормозило развитие Севастополя и какие уроки мы должны извлечь из вот этих прошедших 2,5 лет, когда действительно ничего не строилось, хотя деньги были, и более того, как ситуация с онкологическим центром, часть аванса в размере данных глядов была утрачена. Вы, кстати, тоже писали депутатские запросы, когда были у нас, инвестируя эти депутатские запросы, когда были у нас на эфире. Ну, какие уроки? Уроки нужно делать чиновникам, которые в настоящее время занимаются этой работой. Потому что, понятно, любая ситуация может продолжаться сколько хочешь, но все равно будет конец. И вот как о тебе, как о руководителе будут говорить люди, где ты должен был из города превратить просто в сказку, либо хотя бы не пасть лицом в грязь, хотя бы поддержать на должном уровне, на котором этот город был когда-то, это, я считаю, что это важно. Это авторитет, это дальнейшее будущее, это, ну, как будут говорить об этом чиновники, это, я считаю, что крайне важно. Поэтому, конечно, выводы должны делать руководители и определенные люди, должностные лица, которым сегодня поручено работать во благо Севастополя. Вообще Севастополь – это такой уникальный город, алмаз вместе с Крымом на короне Российской Федерации, поэтому я считаю, что и Крым, и Севастополь они должны развиваться просто семимильными шагами, потому что такие вложения идут, такие надежды, такие ожидания. Мы гордость России, и мы не должны подкачать, поэтому в любом случае единым фронтом, не знаю, у кого какое отношение, у кого какое прошлое. Вот все это нужно перечеркивать и идти единым фронтом для того, чтобы развивать город, гордиться им. Я так благодарю вас. И действительно тоже, вот, ровно в продолжении того, что вы говорите, ведь наследие, то, что губернатора, это не только невыполненные объекты, а есть еще такой вот в менталитете заноза такая, когда нужно было не выполнять свои обязанности профессиональные, качественно, а все время оглядываться на то, что скажет начальник, какой-то его резкие, неожиданные приказы исполнять, совершенно нелогичные, допустим, приезжать, куда-то на облаке, в детский сад, розы посадить. И под страхом увольнения заведующий запрещают пускать. То есть, и таких вот мелочей достаточно много. Значит, надо что-то другое сажать. Да, приличные корыли. Кому? В общем, не просто депутаты, а председательное собрание. Да, приличные порядки. Ударнатор приехал, а проблемы, которые он породил, своим звуком, они остались, и их необходимо решать по возрасту моим будущим. И я бы хотел спросить у вас и у остальных присутствующих, какие основные проблемы остались после господина Овсянникова, и какие пути решения, какие дорожные карты решили, если проблемы, вы видите, что в ближайшие годы как раз сейчас проходит нашу будущую саду, саду. Ну, я по поводу всех участников не могу ответить, потому что они здесь местные субастопольцы, правильно? С проблемами наверняка больше знакомы. Каждое бедное, начиная с электрической лотерии, работая в обществом сооружении, и все, кто не смотрит в этот вопрос, достаточно более масштабно подготовки к выборам. Я знаю о проблемах, которые мне озвучивают севастопольцы. Это проблемы индивидуального характера, большей своей части, потому что люди обращаются с такими конкретными вопросами, с которыми они столкнулись именно в своей жизни. допустим, медицинская помощь, некачественная медицинская помощь, либо заплатить за определенные услуги. Поэтому проблем, конечно, много, они были, есть и, к сожалению, внедленно решаются. Но я убеждена в том, что если об этих проблемах говорить чаще, лично и обращаться, то есть не опускать рук, то они должны решаться на годы быстрее. Можно еще вот сразу вопрос? Вы, я знаю, проводились здесь несколько встреч с избирателями, и достаточно много с нами общались. Насколько вопрос, что вопрос в медицинской помощи является острым, вы к помощи, к большому счету, так сказать, обращили? Действительно, вот у вас медицинская помощь, качественная медицинская помощь и здравоохранение является очень острым. Потому что люди с такими страшными вещами обращаются, в то же время того, что даже, ну, легко и просто бывают. Ну, к примеру, ужасная история Красникова, фамилия, или Красивникова, Красивникова. Я уже ко мне обращалась. Она же и попадала на прямую в эту историю, в эту новую учебу, и рассказывала про страшную историю с ее мамой, когда нужно было проводить определенные процедуры, иммунтерапию и все остальные сопутствующие вещи. Но в здравоохранении с мастопами в департаменте просили определенную структуру людей. И поэтому было очень на время, и, конечно, медитальный исход, который у нас в себе, он был неизбежен, но тем не менее, ведь, вот, это же человеческая жизнь. Это дорогой человек, за которым рабочего, подняла, просила, запрессивала, обращалась к губернатору, большему губернатору, но, к сожалению, ее особо не услышали. Нестоящий день я знаю, что проводится расследование по данной факте, по факту некачественного оказания, нет помощи платных услуг. но, к сожалению, пока еще в таком режиме это все находится. Ее допрашивают, приглашают следовать его, и с таким наклоном, будто бы она виновата, то есть ее превращают в обвиняемую, она обращается ко мне, переживает, и, конечно, ей страшно, потому что все, что угодно, может произойти, из числа из статуса потерпевшей, она может превратить его в вине, поэтому она переживает, обращается, чтобы это дело находилось на контроле. Я пишу запросы соответствующие, руководство Следственного комитета и Генеральная прокурорера берет на контроль расследование данного уголовного дела, Министерство здравоохранения обращалось, тоже на контроль это обращение находится у них. Ну, надеюсь, что все разрешится. Дело в том, что у нас Алексей сказал про наследство Овсянникова, которое он будет через, он был из города Овсянникова, а его ребята остались. Так как вообще здесь народ, то вот вам народная характеристика передают на 7 оставшихся членов ОПГ Овсянникова. И, вследствие, ну, пока вы так просматриваете его, про медицину у нас все-таки, простите, но у нас вообще непонятная ситуация. У нас отделение груда, вот наш департамент, он с 14-го года находится в ориендуемых и в том, что в Казне есть свои помещения. Платят по 500 тысяч рублей, 504 тысячи рублей в месяц просто за аренду на карантинной 46. Платят некоему Червинскому, вроде бы, как связано с северозаводом выше, но это не столь важно. 6 миллионов в год уходит на аренду для чиновников при наличии помещений в Казне. Вот сам факт того, что не решается этот вопрос и кому-то выгодно платить аренду, понимаете, это уже ненормально. Это все уже и я надеюсь, что новый губернатор конечно это решит, но если вы можете каким-то образом помочь, кто-то будет поддержать в этом вопросе, это будет 6 миллионов лучше отдать на лекарства и на премии, вы понимаете, чем просто отдавать непонятному дяде живущему. Можно я продолжу по поводу медицины, вы сказали о частных проблемах, что люди жалуются, приходят, конечно, за частные проблемы, но все эти частные проблемы все равно ведь зависят от глобальных уменьшенных проблем. Мы знаем, что у нас не построен онкологический центр, нет до сих пор новой инфекционной больницы и все это, к сожалению, наследие предыдущего состава правительства под главой Дмитрием Овсянниковым. Как вы оцениваете, насколько вот это тяжелое наследство притормозило развитие Севастополя и какие уроки мы должны извлечь из этих прошедших 2,5 лет, когда действительно ничего не строилось, хотя деньги были и более того, ситуация с онкологическим центром, часть аванса в размере датных миллиардов был утрачен. Вы, кстати, тоже писали депутатские запросы, когда были у нас, инициировали эти депутатские запросы, как были у нас на эфире. Ну, какие уроки? Уроки можно делать чиновникам, которые в настоящий время занимаются этой работой. Потому что понятно, любая ситуация может продолжаться сколько хочешь, но все равно будет конец. И вот как о тебе, как о руководителе будут говорить люди, где ты должен был из города превратить просто сказку, его хотя бы не пасть в лицом и дрязь, хотя бы поддержать на должном уровне, на котором этот город был никогда. Это, я считаю, что это важно. Это авторитет, это дальнейшее будущее, это... Как будут говорить об этом чиновники? это, я считаю, что крайне важно. Поэтому, конечно, выводы должны делать руководители и определенные люди, должностные лица, которым сегодня поручено работать по благо Свостополя. Вообще, Свостополь это такой уникальный город, Алмаз, вместе с Крымом на короне Российской Федерации. Поэтому, я считаю, что Крым способен и должен развиваться просто суммой гордой и ожиданий, потому что такие блаживые люди, такие надежды, такие ожидания, мы гордость России и мы должны подкачать поэтому в любом случае и темным фронтом мы знаем у кого какое отношение, у кого какое прошлое. Вот все это нужно причетом для того, чтобы развивать гордиться на этой церкви. С этим тоже урон, в продолжение того, что вы говорите, наследие губинатора это не только невыполнение объекта, есть еще такой вот менталитет и заноза такая, когда нужно было не выполнять свои обязанности профессиональные, качественно, а все время обрядоваться на то, что скажет начальник какой-то его резкие неожиданные приказы исполнять, совершенно нелогичные, допустим, приезжает на округе в детский сад розы посадит и под страхом увольнения заведующий запрещает пускай. И таких вот мелочей достаточно много. Когда приличная порядочность, приличная и повелиководность. Причем не просто депутаты, а председатели от собрания. Да, личные и порядочные люди в правительстве, вернее, в исполнительной власти они есть, но вот эти вот парамет, они, к сожалению, людей включали к тому, что нужно не выполнять свои обязанности, а все время обрядоваться на то, накажут тебя за свои профессиональные деятельности делаемые, или не накажут. У нас есть профессионалы, которые не нужны были уйти из города. Ракова Марина Владимировна, которая считается очень авторитетной чиновник в том сфере архитектуры, она вынуждена была уехать из города именно потому, что постоянно предлагают, в общем-то, функционировать совершенно недопустимые вещи, вы знаете, это Севастополь, архитектура и строительство, это полетельная тема. И вот, мне кажется, самое страшное на следе, потому что объекты построены. Люди в правительстве, вернее, в исполнительной власти, они есть, но вот эти вот пара лет, они, к сожалению, людей приучали к тому, что нужно не выполнять свои обязанности, а все время обглядываться на то, накажут тебя за свои профессиональные деятельности в Диманине, или не накажут. У нас есть профессионалы, которые вынуждены были уйти из города. Ракова Марина Владимировна, которая, считается очень авторитетным чиновником в сфере архитектуры, она вынуждена была уехать из города, именно потому, что постоянно предлагали, в общем-то, санкционировать совершенно недопустимые вещи, вы знаете, для Севастополя архитектура и строительство это такая болезненная тема. И вот, мне кажется, самое страшное на следе, потому что объекты построены, начнем строить, сейчас дремя, но вот этот вот страх оглядывания на начальника, а не выполнение своих профессиональных обязанностей. Вот это, наверное, самое главное, когда тебя ценят не за то, что ты профессионал, даже если ты неудобный профессионал, а за то, насколько ты здорово выполняешь оприки начальника. Вот это, мне кажется, самое главное. Ну, я понимаю горечь севастопольцев, вот, вашу, вы представители общественности и жители Севастополя в отношении бывшего губернатора. Я это хорошо прочувствовала, когда проводила приемы, и ко мне приходили 300 человек, я даже всех не смогла принять, вот, в последний раз. И эта горечь, она сегодня есть, нужно ее, наверное, конечно же, выплеснуть, там, куда-то деть, наверное, как-то ее оставить в прошлом и начинать сначала. То, что вы говорите о выполнении указаний руководителя, на сегодняшний день, вот, вообще, совершенно все, все недоработки, все недочеты и все плохое, можно сказать, что во всем виноват, там, конкретный человек. Но ведь была команда, и работали, и выполняли указания, и люди должны понимать, что есть руководитель, есть общее благо, есть понимание, есть закон. И если не всегда отдаются указания законные, то как-то хотя бы высказывать свое мнение, свое отношение к этому. Нужно иметь определенную, конечно, смелость, характер и аргументы, потому что порой бывает так, что руководитель сам, не разобравшись, может дать ну, не совсем хорошее, красивое, корректное указание. Ну, как, к примеру, приехал депутат, да, из ЗАГС собрания, посадить розы, либо, я знаю, вообще, хотели построить матросский бульвар, отремонтировать, да, причем никаких небюджетных денег не требовалось, человек самостоятельно вкладывал свои средства, хотел облагородить. Я знаю, что очень много было сделано для города, и есть желание делать дальше. Ну, почему нет? Ну, сколько можно делить власть? Власти, вот, всю жизнь происходит борьба за власть. Там, у кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, можно какой-то взять тайм-аут и делить власть потом, когда город будет сказкой. Ну, для этого нужно вначале сделать, объединить усилия, а потом уже как бы доказывать, кто круче, кто сильнее. Просто, Наталья Владимировна, вы говорите про людей, которые государственным решением, мы их не вор, по своей сути. У нас же правда в том, что премьер-минический губернатор собрал со всей России ворот. Те, кто в первую очередь думает о своем кармане, ни о каком. Сначала сделать в городе речи нет, и быть не могу. Но ведь здесь работали и местные, севастопольцы. Ну, и с правительством с вами все были лучше, даже в самом деле не умеют. Даже понятия не умеют, что там происходит. Я, конечно, за то, чтобы в регионе, что в Крыму, что в Севастополе все-таки оставались местные жители и крымчане, и севастопольцы. Потому что у нас такой специфический, своеобразный регион. И, ну, вот, я за, кто за кого, я за крымчан, вы, кто за кого, я за севастопольцем, да? Вот как-то, как-то хотелось бы, чтобы, когда руководишь городом, наверное, ты этот город должен так любить. Он для тебя должен быть таким родным, ну, самым драгоценным. То есть, это твое детище, ребенок, ну, это твоя вот родина, кусочек твоей души. Поэтому, а чтобы так было, наверное, этот город надо знать, и, наверное, его действительно нужно очень-очень любить, и чтобы он был в твоей душе. И тогда просто что-то захлопнется внутри, там, в мозгах, в уме человека, когда он захочет что-то поделить или навредить горожанам, городу, своему региону. Здравствуйте. Вот продолжение разговора о том, что вы говорите, вы поводите. Вообще, управлять городом действительно должны местные люди, которые хорошо знают проблемы, любят свой город. И вы знаете, что Россия столкнулась с такой проблемой перед выборами, при выборное время, и в Севастополе, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, наверное, несовершенством избирательной системы. И в Севастополе так получилось, что авторитетные люди, депутаты, общественники, известные политики, которых многие знают и которые решают проблемы севастопольцев, многие из них оказались недопущены к выборам только из-за того, что мнение многих они представляют непарламентские партии, да, или как независимые кандидаты. Вы знаете ли вы об этой проблеме, как вы относитесь, и в чем причина нам заниматься? Я об этой проблеме слышала, и здесь я бы вообще не стала делать параллели между Севастополем и Москвой, потому что в Москве совершенно другая ситуация. В Москве провокаторы. Знаете, такие позеры, которые вот я просто в Киеве долго проработала, и как раз во времена подготовки Майдана, потом самого разгара Майдана, я понимала, мы все в прокуратуре понимали, из чего, кто и как устроил эту провокацию. То есть выставили мирных ребят, молодежь, студентов, просто молодых парней. Они уже хотели уходить, им все просили, просили там оставаться для начала. Потом были фанаты, и потом была провокация, указание милиции разогнать, то есть избить фанатов, а между фанатами были мирные обычные студенты. И все, и вот эта искра зажглась, и дальше пошло-поехало. Так вот, иногда эта провокация планируется таким образом, вот к примеру, почему никто не может предположить того, что в Москве честное, в кавычках честное, потому что кто сказал, что нечестное? Я не знаю, честное или нечестное. Кандидаты умышленно и осознанно не допустили ошибку, по которой потом их не смогли зарегистрировать. Кто сказал, что этого не может быть, я не знаю. Я, к примеру, может быть это и не так. Но возможно, возможно. В Севастополе другая история. В Севастополе он борется за свои права, он борется выдвигать своих кандидатов, есть другие кандидаты. Это внутригородская такая жизнь, которая абсолютно никак не напоминает и не является той же историей, которая есть в Москве. В Москве это искусственная история, но на фоне больших проблем. А проблемы в стране есть, конечно. Есть желание лучше жить, есть желание справедливости, есть желание о благосостоянии каждого человека, о равных возможностях среди молодого поколения. Это желание есть. И на этом желании, и на фоне имеющейся несправедливости в стране вот эти провокаторы и играют, и взывают людей, и говорят, вот вы хотите справедливость? Хочу. Пойдемте на митинг. Только на митинге решим. Кто на митинге когда что решал? Чем заканчивались митинги? Мы видели эти митинги. Решать надо проблему не так. Решать надо проблему вот есть, обращаются, сидим, вместе вырабатываем позицию и уже решаем проблему. В Севастополе по поводу всех кандидатов, которых сняли, да, есть, опять-таки, не допустили. Есть определенные механизмы, и, кстати, на этот счет публично особо никто не говорит. Мало об этом информации. Я, кстати говоря, от вас узнала, что... Это потому, что у нас нет этих протестов, да, либеральных, нет митингов, поэтому и тишина, то есть, поэтому это как бы не распространяется. Нет, пытались сюда засылать каких-то людей, но мы их быстро заворачиваем. Это не проходит. Но когда сняли, допустим, нас с выборов, причем импортировать это самое интересное случилось. Признанные избирательные комиссии для расходства в 1587 полном подписи отвечают требованиям, то есть, признанные настоящими. Но не принято, то есть, у нас на 20... Начнем строить, бинут, но вот этот страх оглядывания на начальника, а не выполнение своих профессиональных обязанностей. Это, наверное, самое главное, когда тебя ценят не за то, что ты профессионал, даже если ты неудобный профессионал, а за то, насколько ты здорово выполняешь облики начальника. Это, мне кажется, самое главное, что было. Я понимаю волючь в Севастополь в Севастополе, в Севастополе, вашу вы представитель общественности и жителей в Севастополе в отношении бывшего губернатора. Я это хорошо прочувствовала, когда проводила приемы, ко мне приходили 300 человек. Я даже все-таки не смогла принять, воспринимать. И эта коричь у нас сегодня есть, и, может, не нужно ее, наверное, конечно же, выяснить, где-то есть, наверное, как-то ее оставить в прошлом и начинать сначала. То, что вы говорите о выполнении указаний руководителя в сегодняшний день совершенно все, все медоработки, все медотчеты и все плохое, можно сказать, что во всем виноват конкретно человек. Наверное, была команда, работала, выполняла указания. И люди должны понимать, что есть руководитель, есть общая плага, есть понимание, есть закон. Если не всегда отдаются указания законные, то как-то хотя бы подсказывать свое мнение о своем отношении к округу. Можно иметь определенную, конечно, смысловость, характер и аргумент. Потому что округой бывает так, что руководитель сам, не забравшись, может дать совсем хорошую, красивую корректу показать. Ну, как-то, к примеру, я полагаю, и куда-то, но в завсобрании посреди всего розовой. Я знаю вообще, хотели построить матрос-кутро, а кормодировать, да, причем никаких бюджетных денег не требовалось. Человек самостоятельно платил свои средства, хотел облагородить. Я знаю, что очень много было сделано для города, и есть желание делать дальше. Ну, почему не? Ну, сколько можно добить власть? Власти, вот, всю жизнь происходит борьба за власть. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, можно какой-то взять тайм-аут и вывести власть потом, когда город будет власть. Нет, мы не можем начать сделать это дебильное усилие, а потом уже как бы выгазывать, кто лучше, кто сильнее. Вы просто, Наталья, вы говорите про людей, которые, которые государственное мышление, мы не ворок, у своих людей. У нас же проблема в том, что предыдущий губернатор собрал со всей России воров. Те, кто в первую очередь думают о своем команде, ни о каком сначала сделать в городе речи нет, и быть не могу. Здесь работали местные севастопольцы. Ну и с правительствами все были лучше, ты даже из самых нижних с Республикой. Мы даже понятия не имели, что там происходит. Я, конечно, за то, чтобы в регионе, что в Крыму, что в Севастополе все-таки оставались местные жители и получали их севастопольцы, потому что у нас такой специфический, своеобразный регион, и, ну, вот кто за кого, я за Крымчана, вы, кто за кого, я за севастопольцем, да, вот как-то, как-то хотелось бы, чтобы... Когда ты водишь в город, наверное, этот город должен быть так любить, он для тебя должен быть таким родным, пунктам, дельно-центам, то есть это твое детище, регион, ну, твоя родная, и особенно твои души. Поэтому, а чтобы так было, наверное, этот город надо знать, и, наверное, это действительно мы можем очень любить, чтобы он не любить на детишек. И тогда просто что-то захлопнется внутри, в маслах, в уме человека, когда он захочет побелить и наглядеть горожан в городе Санкт-Петербурге. Продолжение разговора о том, что вы говорите, руководите, вообще управлять городом действительно должны местные люди, которые хорошо знают проблемы, любят свой город, и вы знаете, что Россия столкнулась с такой проблемой перед выборами, предвыборное время, и в Севастополе, в Москве, и в Санкт-Петербурге, с, наверное, совершенством избирательной системы, и в Севастополе так получилось, что авторитетные люди, депутаты, общественники, известные политики, которых многие знают и которые решают проблемы севастопольцев, многие из них оказались недопущены к выборам только из-за того, что, по мнению многих, они представляют непарламентские партии, и как независимые кандидаты. Знаете ли вы об этой проблеме, как вы относитесь, и в чем причина на вас избирательная? Я об этой как вы не слышала, и здесь я бы вообще не стала делать параллели между Севастополем и Москвой, потому что в Москве совершенно любая ситуация. В Москве кавокатова. Знаете, такие, поезоры, которые, я просто такие методы проработала, и как раз во времена подготовки Майдана, потом самого изгара Майдана, я понимала все в прокуратуре понимали из чего кто и как устроил эту провокацию. То есть выставили мирных ребят, молодежь, студентов, просто молодых парней. Они уже хотели уходить, импсону просили, просили там оставаться для начала. Потом были фанаты, и потом была провокация указания милиции разогнать, то есть избить фанатов, а между фанатами были мирные обычные студенты. И все, и вот эта искра заживалась, и дальше пошло-поехало. Так вот, иногда эта провокация обновляется таким образом, вот к примеру, почему никто не может предположить того, что в Москве честное, ни ковычку, честное, потому что кто сказал, что нечестное, не знаю, честное, не честное, а кандидаты умышленно и осознанно не допустили ошибку, по которой потом он писал и зарегистрировал. Кто сказал, что этого не может быть, я не знаю, может быть это и не так, но возможно, возможно. Севастополь другая история. Севастополь, он 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 молится за свои права, он молится выдвигать своих кандидатов, есть другие кандидаты. Это внутригородская такая жизнь, которая абсолютно никак не напоминает и не является той же историей, которая есть в Москве. В Москве это искусственная история, но на фоне больших проблем. А проблемы в стране есть, конечно. Есть желание лучше жить, есть желание справедливости, есть желание о благосостоянии каждого человека, о равных возможностях среди молодого поколения. Это желание есть. И на этом желании, и на фоне имеющейся несправедливости в стране вот эти провокаторы и играют, и вызывают людей, и говорят, вы хотите справедливость? Хочу, пойдемте на митинг. Только на митинги решил. Кто на митинге когда что решал? Чем заканчивались митинги? Вы видели эти митинги? Решать надо проблему не так. Решать надо проблему есть, обращаются с ним, вместе вырабатываем позицию и уже решаем проблемы. В Севастополе по поводу всех кандидатов, которые сняли, есть ответы. Их не допустили. Есть определенные механизмы, и, кстати, на этот счет публично особо никто не говорит. Мало об этом информации. Я, кстати говоря, от вас узнала, что... Да потому что у нас нет этих протестов, да, либеральных, нет митингов, поэтому и тишина, то есть поэтому это как бы и не распространяется. Нет, пытались сюда засылать каких-то людей, но мы их быстро заворачиваем внутри города, это не проходит. Но когда сняли допустим нас с выборов, причем компортировать это самое интересное будет получиться, признанные избирательные комиссии городской штурм в 1887 по-моему подписи отвечают требованиям, то есть признанные настоящие. Но не принято не... То есть у нас 27 голосов больше, чем надо было собрать. Вот так положено, да? Но в лесах подписных внизу не был указан год рождения сборщика подписи. у нас даже при строке не было, потому что вместо того, чтобы дать... Вот я прихожу как кандидат ранее до выбора, я говорю, дайте мне те подписные листы подроспись, пожалуйста, чтобы это четко вы отвечали за тот документ, который мне передали. Мне говорят, с сайта скачайте. Ну, скачали с сайта, а теперь на сайте уже лежат хорошие копии со всеми этими строками. мы же качали и сами придумывали. А теперь это, конечно, ничего так не докажет, что и борщ такая слегка что нас как-то обманули в общем, потому что по незнаняму. Мы-то, собственно говоря, еще птенцы не оперившиеся в этой серии в этом всем движении. И, конечно, очень обидно. 7 голосов больше, чем надо было собрать. Вот так положено. Но в листах подписных внизу не был указан год рождения сборщика подписи. У нас там даже построки не было, потому что вместо того, чтобы дать, вот я прикажу как кандидат заранее, то вы говорите, дайте мне те подписные листы под роспись, пожалуйста, мне, чтобы это четко отвечали за тот документ, который вы мне передали. Мне говорят, с сайта скачайте. Скачали с сайта, а теперь на сайте уже лежат хорошие копии, со всеми этими строками. Ну, мы же качали, не сами кричали, а теперь ты, конечно, ничего так не докажешь и горечь такая слегкашка. Нас, как это, обманули, в общем, потому что бы не знали, но мы-то, собственно говоря, еще птицы не опережили в этом всем движении. И, конечно, очень обидно. Но, сразу продолжение разговора, вот вам еще три бумажечки от меня последние сегодня отношения. У нас есть такой товарищ, значит, Гасанов Алексей Мехович, значит, он прошел везде, обратите внимание, это мое обращение в прокуратуру, в марте месяце. Ни ответа, ни привета. Значит, он подал в общественную палату документы. Мы наружили, что, скорее всего, поддельный диплом обмыша образования, но мы этого не утверждали. Попросили проверить. Я разговаривал со следователем поздно вчера. Следователь сказал, что нашли нарушения, то есть, он не стал распространяться, и отправили обратно в прокуратуру. И четвертый месяц никто, я даже, как член общественной палаты, не могу получить ответ. С прокуратуры уже? Ниоткуда. Значит, и выясняется, что недавно уволеный крыша от этого дела лично зашел к прокурору Марку Большеборскому. Извините, я все буду конкретно по фамилии. И приказал притормозить это дело. Второй вариант. Гасанов, этот же товарищ, является членом общественной палаты. Если он выдвигается как кандидат, он должен был сложить себе обязанности. Обязательно. В обязательном порядке. Он сложит в дизиану, потому что в общественной палате не работает официально уволен ее аппарат. Даже некому написать, я сейчас захочу уйти из общественной палаты. У меня никто не принял заявление, нет аппарата. Вопрос, как человек, не вышедший из общественной палаты, вовсю красуется на всех бейкбордах города. Я молчу про его административные нарушения и уголовные нарушения в прошлом, которых теперь якобы нет, вроде в базе стройки, но у нас в архиве все остались. То есть тонны отбросим. Сейчас как быть? То есть мы сейчас выберем человека, рано или поздно я пока живую, все равно добью, если это дело фальшивый, мы что, вот таких людей выдвигаем, потом не стыдно будет ли глаза смотреть всем другому, что кто за него голосовал, скажут, а мы не знали. Ну так почему? Я пока, мы бы уже давно узнали, если бы был ответ, как положено, но ответа нет. Даже дело не в этом. Здесь вопиющим является то, что фактически достоверные подписи людей, которых знает весь город и сил, которых знает весь город, признаются недействительными по формальным признакам, при этом абсолютно одиозные люди, странные, с совершенно чистыми документами, как оказывается, регистрируются и идут в свою губную деятельность. И это настолько явно, что людям невозможно объяснить, как же так, как так получилось, как так мудрить. Ответ на этот вопрос ни у кого не может добиться. Вы знаете, что самое страшное в этом? За независимую партию кандидатов собрали порядка 12 тысяч людей всей избирателя Кургиза и люди всех возрастов всех социальных положений. Они искренне шли, сдавали подписи за вот этих кандидатов. Они только недавно в России. Вы заметили о том, что Крым должен быть витринной России, что он должен вызываться? Конечно, то, что я и говорила, гордостью. Мы по Иисусу являемся республикой президентской, что значит наша республиканская форма управления, она должна быть адресцентом всего остального мира, если мы говорим о геополитике, о признании Крым, к которому мы все безусловно стоим со временем. Но получается так, что только когда Севастополь попал в Россию, был в свою одну гамму, и по сути первые свободные и неополитические выборы в городе, и тут же возникает ситуация, когда севастопольцы верят, идут за своими кандидатами, ставят подписи, ждут своего политического представительства в городском собрании, а по каким-то абсолютно никчемным формальным пристокам известным заслуженных севастопольцев оставляют зубротомы, как сказал коллега, совершенно люди формат который не знает ни Россия, никто, проходит с чистыми документами, мы как раз знаем, мы как раз знаем. Как вы считаете, можно ли вообще позволять такому случаться в городе Севастополь, который по сути является парпостом России сейчас для всего нет, потому что вся Россия как вы знаете приняла вернуться на грузку за прибыль Севастополь. Севастополь это наша витрина, это передовой рубеж нашей государственности и мы столкнемся на региональном уровне с тем, что изгородили разочаровываются, а не действительно разочаровываются в нашей регионе севастополь. Вот меня интересует один маленький вопрос. Раньше был губернатор Овсяников, который не общался и отсутствовал диалог с севастопольцами. А сейчас почему? Тоже нет диалога? Почему об этом не расскажете, не встретитесь с новым губернатором, с представителями? Потому что у него есть этот же город и наследство тяжелое настолько, что есть задачи первостепенные, от которых просто мы уже не знаем. И Михаил раздражает сейчас вот эти задачи решает. Все-таки то, о чем мы говорим, о нужной пациент еще три дня подождет, как говорят. Это не самое смотивное. У нас он сейчас занят реальными проблемами, там просто кружок даже не есть. Мы сейчас пытаемся поднять вопросы, которые системные. У нас получается, что Алексей сказал, что не знаю, немножко он сам активен. Допустим, товарища Гасанова и некоторые мы хорошо знаем. То есть товарищ Гасанов это был у нас такой поддоник Евгений Владимирович, он хорошо наверное известно. Член ОПГ. Да, да, апрессианская лидеральная партия Крыма. Был застрелен где-то там на дне рождения группового спистолета. Так вот его помощник руля, этого поддоника, недавно скончавшись в тюрьме. Так вот, Гасанов это смотрящий за общеком. У них простите, был, он живет в доме в Рекадусе. Он очень радовался и устроил праздник, когда узнал что в рулях умер и ему дом остался. Убийство Заяева? Да, вот эти все истории. То есть Гасанов это был сам, то есть я к чему? Это человек известен. Ничего хорошего точно от него ждать не надо. Никто его крови не требует ради Бога внук сенсервенца. Просто почему этот получается в самом главном городе России, где не должно быть несправедливости, вся самая несправедливость изобновалась. Ну, надо об этом, об этом, конечно, надо говорить, надо обращаться, надо писать. И в любом случае то, что вы мне передали, я подготовлю депутатские запросы во все ведомства, которые нужно. Подумаю, что еще можно сделать, но об этом нужно информировать и как-то заявляться, говорить. в репортаже я делаю. Он сам об этом информирует. Он до последнего пор до программы на бюджетном правительственном телевидении. Ну, опять-таки, у него же есть определенный электорат. Те люди, которые его поддерживают. Наверное, не нашли его, честно, вот честно. Даже мне присылают съемки Пашина. Они такие «Вас Гасану говорит». Хочет участвовать человек в выборах иметь право. Иметь право. Гражданин. Он собрал чистейшие подписи, был за регистрированный двухбышний. Просто это всего остального не отменяет. И вопросы как так простых людей тоже не отменяют. Когда люди не получают ответы, вот раз не получили ответы, причем на вопрос, который в первом делу два не получили ответы, люди не уменьшают. Ну, конечно, они понимают, что их игнорируют и их никто не слышит. Поэтому людей надо слушать, слышать и хотя бы пытаться им помочь. По-другому никак. и я здесь поддерживаю. конкретно у нас город, так как мы говорим не совсем обычности, с точки зрения даже географии истории у нас везде в городах исполнительная власть представлена губернатором, правильно? Но когда произошла русская весна и вот та самая видеосъемка, когда наш Алексей Михайлович Алли вместе с Путиным в кабинете обсуждают, что он говорит, я бы не хотел заниматься поточными вопросами, давайте агентство стратегического развития Севастополя оно будет координировать, а все остальные исполнять. Это было ровно два месяца, пока лопали с первым губернатора меняли, улыбались, улыбались, потом застройщики с их колоссальными деньгами это дело переломили и меняли и он сдулся в сторону восторжения. Как бы сделать так, то, что и хотел Алексей Михайлович, это даже не его желание, мне бы даже все равно, что он этого хотел. Я этого как простой человек хочу, а я реально простой человек не могу. Почему у нас губернатор должен быть, я не про Разважаем, не про Овсяникова, в принципе, любой. Губернатор технически по закону он главный, он решает. Тогда получается тот разговор об агентстве стратегического развития этого. Сразу продолжение разговора. Вот вам еще три бумажечки, я последний, я сегодня оброшу. У нас есть такой товарищ, значит, Гасанов Алексей Михайлович, значит, он прошел везде, обратите внимание, это мое обращение в прокуратуру в марте месяце. Ни ответа, ни привета. Значит, он подал в общественную палату документы, мы обнаружили, что, скорее всего, поддельный диплом обучил образование, но мы этого не утверждали, попросили проверить. Я разговаривал со следователем поздно вчера, следователь сказал, что нашли нарушение, ну, то есть, он и стал остановиться, и отправили обратно в прокуратуру. И четвертый месяц никто, я даже, как члены общественной палаты, не могу выходить. и отсюда ниоткуда. Значит, и выясняется, что недавно уволен в вице-будинатор Подарчук, навестите на всякий крышу. Вот это дело лично зашел к прокурору Марку Большедворскому, извините, я все буду конкретно по фамилии, и приказал притормозить это дело. Второй вариант. Гасанов, этот же товарищ, является членом общественной палаты. Если он подбегается как кандидат, он должен был сложить в себе обязанности. Обязательно. В обязательном порядке. Он служит в этом общественной палате и работает официально уволен в ее аппарат. Даже некому написать, что я сейчас захочу уйти из общественной палаты, потому что у меня никто не принял в объявление. Нет аппарата. Вопрос, как человек, не вышедший из общественной палаты, вовсю красуется на всех бейкбордах города. Я молчу про его административные нарушения и уголовные нарушения в прошлом, которых теперь якобы нет, вроде в планах стерилизма. Но у нас в архиве все остались. То есть, кто мы относим. Сейчас как бы. То есть, мы сейчас выберем человека, рано или поздно я пока живой, все равно добью, если это дело фальшивое. Мы что, вот таких людей выдвигаем, потом не стыдно будет ли глаза смотреть всем друг другу, что вот кто за него голосовал, а мы не знали. Ну так почему? Я подал, мы бы уже давно узнали, если бы был ответ, как положено. Здесь даже дело не в этом. Здесь вопиющим является то, что фактически достоверные подписи людей, которых знает весь город и сил, которых знает весь город, признаются недействительными по формальным признакам, при этом абсолютно одиозные люди, странные, с совершенно чистыми документами, как оказывается, регистрируются и ведут свою бурную деятельность. И это настолько явно, что людям невозможно объяснить, как же так, как так получилось, как так умудрились. Ответ на этот вопрос, ну, ни у кого не можем добиться. А, да, мне показалось, что самое страшное в этом. За зависимых партийных датах собрали порядка 12 тысяч людей, все из города, которые были с Востока, люди всех возрастов, всех социальных положений. Они близко не шли и сдавали прописи вот этих датах. Они только недавно просили. Вы заметили о том, что им должен быть и тренинг, если что-то должен вызываться на ближайшем, то, что жили в корпусе. Мы, 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 мы являемся в республике президентской, что, значит, наше республиканское плановоставление, оно должно быть образцом для всего 102-го мира, если мы говорим в геополитике, а не знанием, в котором все в Севастопольске было сомнение. Но получается так, что только мы недавно нашли, то есть Севастополь попал в Россию, попал сюда в одной гамме, и мы, по сути, первые, скажем так, свободные демократические выборы в городе, и тут же возникает ситуация, когда севастопольцы перед и люди сняли кандидатами ставят в офисе, ждут своего политического представительства в городском собрании, а по каким-то абсолютно никчемным нормальным признакам известных заслуженных севастопольцев оставляют эти партнеры, как сказал Олега, совершенно люди по маку людей, которые не знают ни в город, ни в России вообще никто, проходят чистыми документами, но никто. Мы как раз знаем, мы как раз знаем некоторые люди. Как Вы считаете, можно ли вообще позволять такому случаться в городе Севастополь, который, по сути, является таким подвостом России сейчас для всего мира, потому что вся Россия, как Вы знаете, приняла вернулись на двусть, ну, Севастополь, Севастополь это наша ветерина, это передовое рубеж, так сказать, нашей государственности, и мы столкнулись на региональном области, с тем, что, если говорить, это зачаровывается таким, абсолютно зачаровывается в нашем экономическом системе. У меня интересует такой маленький вопрос. раньше был губернатор Аксианина, который не общался и отсутствовал диалог с Востоковцей. А сейчас почему? Уже нет диалога. Почему об этом не расскажите, не встретитесь с новым губернатором? Востоковцей. Дело в том, что у него есть этот же город и наследство тяжелое настолько, что есть задачи первостепенные, от которых просто мы уже не зависим. И Георгий, которые сейчас пол-третьи задачи решают. Все-таки то, о чем мы говорим, оно ждало 5 лет, как бы еще 3 дня подождет, как говорят. Это не самое ассортивное. У нас он сейчас занят реальными проблемами, там просто будут, мы сейчас пытаемся поднять вопросы, которые системные. У нас получается, что Алексей сказал, не знаю, немножко он сам в деле, допустим, товарища Гасанова и некоторые мы хорошо знаем. То есть товарищ Гасанов это смотрел. Был у нас такой подлинник Евгений Владимирович, а он наш, наверное, вот. Шеверный. Да, да, да. Христианская имбиральная партия Крима. Был застрелен где-то там на дне рождения в поле Стосовета. Так вот, его помощники на рулях, этого подлинного, недавно скончавшихся в тюрьме. Так вот, Гасанов это смотрящий за общеков нефарских выводов. Он живет в доме в Валиканце. Он очень радовался и устроил праздник, когда он обстроил Акунгер и ему дом досталось. Есть позоверие? Да, вот эти все истории. То есть Гасанов это был застрелен. То есть а к чему? Это человек известный. Ничего хорошего точно от него ждать не надо. Никто его, кроме не требует ради Бога будут с ним связываться. Просто почему этот человек не обладая поддержкой реальной людей так спокойно проходит? Так спокойно закрываются глаза на все. Это же ведь получается в самом главном городе России где не должно быть несправедливости вся самая несправедливость и собралась. Но ты же это период. Конечно надо говорить надо обращаться сейчас поздно вы подъявили. В любом случае что бы мы не передали для подготовки китайских запросов в обществе ведомства которое нужно подумать что еще можно сделать но об этом нужно информировать и как-то заявляться. Мы делаем репортажи он сам об этом информирует он до последних пор ввел программу на бюджетном правительственном телевидении в Севастополе. Опять-таки у него есть определенный департамент? Наверное есть. Вы издания нашли его честно даже мне присылают съемки Паша звонит и говорит у нас касаться нет хочет участвовать человек в выборах имеет право он гражданин он собрал чистейшие подписи был зарегистрирован и бог бы с ним просто это всего остального не отменяет и вопросы как так от простых людей это тоже не отменяет и когда люди не получают ответы как раз не получили ответы причем на вопрос который в первом деле два не получили ответы люди увядают они понимают что их дарилы и их никто не слышит поэтому людей надо слушать и хотя комплектация не поможет по другому не так еще такой вопрос скажите конкретно у нас так как мы говорим не совсем обычности с точки зрения у нас даже географии этого города истории у нас везде города в общем исполнительная власть это представление бутына но когда произошла русская весна и вот та самая видеосъемка когда наша Алиса Михайлович вместе с Путином обсуждают что он говорит я бы не хотел заниматься подрочными вопросами давайте агентство стратегического развития Севастополя вот оно будет координировать а все остальные исполнять это было ровно там два месяца пока улыбались первому губернатору меня улыбались улыбались потом строщики с их колоссальными деньгами переломили и меня вдулся в сторону расстройщика почему как не сделать так то что и хотел Алексей Михайлович и даже мне даже все равно что он этого хотел я этого как простой человек хочу я реально простой человек на том городе почему у нас не может почему у нас губернатор должен быть я не про Радвожаев не про Овсяникова в принципе любой губернатор технически по закону он главный он решает как тогда получается тот разговор об агентстве стратегического развития это услышно это не только разговор агентство стратегического развития города и все проекты планы и предложения все запрессировано на бумагах все это нужно выполнять есть все нужно контролировать нужно действительно заниматься выполнением установленных проектных решений по работе главного объекта я по-моему поддерживаю потому что там заложено очень интересное идея как-то можно законодательный уровень конкретно для города Севастополя агентство стратегического развития вне предварительной выживания это не только разговор агентство стратегического развития города и все проекты планы предложения все зафиксировано на бумаге и все это нужно выполнять есть сроки есть сроки выполнения просто нужно контролировать и нужно действительно заниматься выполнением установленных в проектах решений по работе данному агентству и я полностью поддерживаю потому что там заложены очень интересные идеи действительно идеи развития как-то в этом законодательном уровне конкретно для города Севастополя агентство стратегического развития вне предварительной выживания да нет на законодательном я вам задаю про свой вопрос нет нет изменения в федеральное законодательство подобного рода внести невозможно это нужно проговаривать и предусматривать документально да документально но договорами договорами порядком ну в любом случае мы же все разумные люди мы же понимаем что договоры они пишутся не просто так они пишутся для того чтобы их выполнять потому что если ты не выполнил обещания которые указаны в договоре то ты пустослов то с тобой дальше никто не будет иметь дело поэтому нужно их выполнять опять-таки я говорю о будущем об авторитете я бы сказал извините в порядочность потому что Сергей Иванович меняло когда он вышел на трибуну законодательного собрания чтобы за него голосовал он сказал то что решило агентство по развитию что предлагает концепцию я поддерживаю буду выполнять и буквально прошло несколько дней и когда ему сказали ну давайте же выполнять тут же зачем он перестал ходить на эти вообще меняйло еще что-то говорил но ничего не делал а Овсяников да тот шагнул дальше он мало того что сам перестал ходить в законодательное собрание он запретил своим сотрудникам ходить даже на обсуждение тех законов которые они сами внесли в законодательное собрание то есть вообще это я не знаю в каком еще регионе Российской Федерации такие правовые инновации были когда правительство вносит законопроект мы приглашаем обсудить на профильной комиссии нам говорят никто не придет нам Овсяников запретил когда план контрольной деятельности он просто не согласовал на 19-й год у нас нет согласованного плана с правительством контрольной деятельности до сих пор а потом приезжают различные федеральные операторы и говорят да что же такое депутаты ну почему не сотрудничаете с правительством и как отвечают некоторые вопросы людям чтобы неприличие сохранить и право сказать а вслед от массовой информации которая перекуплена некоторыми застройщиками которые Овсяников лично туда купили там информер 10 миллионов с чем-то еще чего-то представляете какие деньги они тут же вот на эти его слова тут же его поддерживают клиповыми статьями где показаны все идиоты ну в любом случае нужно оставить это в прошлом и начинать работать и начинать верите то что может быть правильная договоренность различных договоренность честные слова порядочное поведение что для него именно это не важно а не какое-то насаждение феодализма что человек будет готов к части полномочий к тому же агентствам социально-стратимическому комиссию если этот губернатор будет болеть городом и любить его так словно это его действительно родина то конечно я думаю посмотрим посмотрим что будет дальше почему я ничего не могу сказать о новом исполняющем в рео губернатора Севастополя потому что я этого человека не знаю надеюсь что у него получится наладить диалог выстроить диалог с севастопольцами и дальше как-то пойдет уже конструктивная работа как будет дальше конечно никто не знает но тем не менее надеяться надо и надо для этого что-то делать мы получаем сигналы о том что ключи от Севастополя находятся в Москве и успокойтесь замолчите занимайтесь какими-либо своими делами больше не нужно делать это решение только из Москвы и в Москве да если все-таки мы что-то можем или можем поддыхать поговорить и разойти и согласиться нет ключи могут находиться где угодно но дверь замок и само то место да оно находится здесь и клад это люди люди населяющие этот регион не получилось да я хочу я хочу провести совместный прием и на следующей региональной неделе я постараюсь график так свой спланировать в зависимости от того будут ли какие-то поездки в международном плане потому что я в другой комитет перехожу и если вдруг все получится хорошо буду писать обращения на губернатора на прокурора опять потому что прокуратура вообще-то уже не приходила никогда на приемы чтобы совместно провести прием встретиться с людьми я думаю это эффективно это конструктивно и еще плохого я в этом не вижу совершенно люди приходят люди рассказывают их надо услышать ну не успеваешь ты даже если не успеваешь ну пришли своего представителя он тебе доложит он расскажет и хотя бы будет уже какое-то взаимодействие и передача информации потому что ну как можно не интересоваться тем чем живут люди и какие у них продвинутые разговоры не полный я все подержался до последнего момента все-таки спрошу если говорить о том что у нас сейчас время восполняющей разности губернатора через год на следующем едином дне голосования будут выборы губернатора вы бы попробовали силы на выборах составили конкуренцию учитывая вашу узнаваемость и высокое доверие севастопольцев для меня это просто колоссальное такое ответственность и если знаете от меня не зависит подобное решение если если будет желание и настрой со стороны севастопольцев со стороны руководства я с большим удовольствием но это колоссальная ответственность которую надо будет потом и доверие которое надо будет оправдывать таким образом чтобы действительно на кону будет лежать все что ты сделал раньше которое может обесцениться за одну секунду и либо в сто крат увеличится то вы будете сэкономить сэкономить что он пришел конечно ну давай это не спасибо мы главным тем у нас в классе мы говорим что в чем уйти уходим 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 здесь уходим применительно мы сейчас выгодим так в чем это решение сейчас важно что уходим Вы знаете, это у вас. Вы будете ее сами. Действительно. Я могу. Слава Мадельевичу, вы не запросите задаете. Знаете, это мое внутреннее убеждение. Я не могу, знаете, приходить как-то навязываться. Нет, я не буду. Почему? Я буду выполнять и помогать людям с теми полномочиями, которые у меня есть на сегодняшний день. Я была прокурором, я помогала, будучи прокурором, людям с учетом моих полномочий и возможностей. И я сделала все для того, чтобы люди меня сегодня вспоминали и до сих пор мне писали в обращениях нашему прокурору и депутату. Вот это для меня самая большая оценка. И самая большая гордость и радость. И я им за это благодарна. Потому что то, что мы сделали моей командой, оно не прошло даром. Я сегодня депутат от Крыма и Севастополя в Думе. И я пытаюсь помочь людям теми инструментами, которыми меня наделили на сегодняшний день. Ну, депутатство. Это запросы, это публичность, это мои прошлые заслуги, которые меня сделали публичным лицом. И я могу с вами общаться. Меня слушают. Я регистрирую свой новый телеграм-канал. Я пытаюсь создавать себе площадки, чтобы дальше работать, двигаться к чему-то, двигаться. И у меня больше бы появлялось инструментов для того, чтобы помочь людям. Если завтра, к примеру, завтра, на следующий год, будет желание и обращение севастопольцев. А вот, Наталья Владимировна, а мы бы допрощаемся к вам. Рассмотрите возможность поучаствовать в выборах. И я буду рассматривать. Но сама приходить и навязываться. Я же так не могу? Не могу. Кроме того, есть руководство, которому я благодарна. Они мне дали ответ. На дань, если подобного рода, в смысле, неизвестно. Потому что нужно проговаривать, присматривать документальные данные, документальные договоры. Неговоры мне, парады. Потому что все разводы идут. Я понимаю, что договоры не будут, что не будет так. И люди, что договоры должны выполнить. Потому что если вы выполнили обещания, которые у каждого другого, не будут просто сон. То есть, как вы понимаете, что ничего не будете не сделать. Но они не могут их выполнять. Ответы, что я и сказал, почему вам не будет. Ну, здесь же тогда все упирается в разумность губернатора. А это далеко не постоянный признак. Я не могу сказать, что вы здесь в порядке. Потому что Сергей Иванович... Хотя бы в разумность. Спасибо. На трибуну законодательного сожрания, чтобы за него было сомнено, он сказал, что то, что решило агентство по развитию, что предлагает эту сенсию, я поддерживаю, буду выполнять. И буквально прошло не остроприкнять. Когда он сказал, что давайте же упорить. Ну, плюс. Он перестал ходить на эту сенсию вообще. Ну, меня Иван Иванович что-то говорил, но ничего не делал. А Осянников, да, шагнул дальше. Он мало того, что сам перестал ходить законодательное собрание, он запретил своим сотрудникам ходить даже на обсуждение тех законов, которые они саживали с незаконодательное собрание. То есть вообще, я не знаю, по кому еще и регионы Российской Федерации, такие правовые инновации будут, да, правительство уже был законодательный проект. Мы приглашаем обсудить на оборудованные комиссии. Он говорит, что не придет, но он все равно в прошлом году. Этот план контрольной деятельности, он просто не согласовал. На 19-м году он не смеется, но все равно в плане с правительством контрольной деятельности. А потом приезжают различные федеральные, ну, как правильно сказать, кураторы и говорят, да что ж такое, депутаты, вы почему? Ну, не сотрудничаете с правительством. И как отвечать на этот вопрос людям, чтобы и приличие сохранить, и правду сказать, да? А все это массовые информации, которые перекуплены некоторыми настройщиками, которые Овсянников лично туда купили, там, и по-моему, 10 миллионов с чем-то, еще чего-то, представляете, какие деньги, да? Они тут же, вот эти его слова, тут же его поддерживают, любыми статьями, где показаны все идиотами. Ну, в любом случае, можно оставить это в прошлом и начинать работать. А вы верите в то, что может быть такой губернатор, которому, ну, вот эти правильные договоренности в различных договорах, закрепленные, там, честные слова, порядочное поведение, что для него именно это будет важно, а не какое-то, ну, насаждение феодализма, что ли, скатывание туда, что человек будет готов, там, часть своих полномочий тому же агентству социально-стратегического развития отдать и так далее. Если этот губернатор будет валить в город и убить его так, словно, это его действительно можно... Да, вопрос к этому, конкретно. Я ничего не могу сказать о новом исполняющем брио-губернаторе Севастопольцем, потому что я этого человека не знаю. Надеюсь, что у него получится наладить диалог, выстрелить диалог с севастопольцами, и дальше он как-то пойдет уже конфликтивная работа. Как будет дальше, конечно, никто не знает, но тем не менее надеяться надо, и... Мы иногда еще получаем сигналы о том, что ключи от Севастополя находятся в Москве. И успокойтесь, замолчите, занимайтесь какими-нибудь своими тихими делами, больше не нужно дергаться никогда. Как вы относитесь к этому? Все решения только из Москвы и в Москве зависят, или все-таки мы что-то можем, или можем только вздыхать и поговорить, и разойтись, и согласиться? Ключи, мы можем находиться в диалоге, но дверь самого и там самого места, на улице здесь и из Латвы, это будет. А за которую можно убить, да? Наталья Владимировна, вот с Овсяниковым у вас там не получился совместный прием, никак организовать с гражданами, а вот с развожаем, у вас есть в планах все-таки совместный прием? И на следующей региональной неделе я постараюсь график так себе запланировать, в зависимости от того, будут ли какие-то повестки в международном плане, потому что от дюймов не детки перехожили. И если вдруг все получится хорошо, будут писать обращение на губернатора, на прогулок, чтобы совместно провести прием и встретиться с людьми. Я думаю, это эффективно, это эффективно и еще плохое решение. Люди приходят и рассказывают, их надо услышать. Не успеваешь ты, даже если не успеваешь, напишешь ты своего посетения. Он предложит, он расскажет, хотя бы вот уже какое-то взаимодействие и передача информации, потому что ну как можно интересоваться делом, очень хорошим. Показать, что вы не в полном, я на все это решался. Копил. Я все-таки спрошу. Если вы говорите о том, что у нас сейчас время выполняющая должность губернатора, через год на следующем едином дне голосования будут выборы губернатора, вы бы попробовали, Алексей, на выборах, в сайте дневной конференции, вычитывая ваши знания, и доверие Севастопольца. Для меня это просто полосальная такая ответственность. И если, знаете, от меня не зависит. Если если будет желание и настроить со стороны Севастопольца, со стороны руководства, я вас прошу не доверяю. Стали бы в огневеселство. Не могу, жуя, не таков. Но это колоссальная ответственность, к которой вам будет потом доверие, которое надо будет оправдывать в тупом о том, что было. Именно, на кому будет лежать все, что ты сделал раньше, которое может без цельца за одну секунду, или и баку. Правда, величина, я просто так не знаю. То есть это место, которое выбираться сами должны развиваться, чтобы он пришел в аренду. Хороший пример. А может правоохранительная тема? Я вас упрасываю. Вы только что говорили, что ключи могут быть где угодно, но замок и дверь здесь, власть здесь. Применительно к тому, о чем вы сейчас говорили, о губернаторских выборах. Почему решение, участвуя в губернаторских выборах, ваше решение, не зависит от вас? Почему вы не можете с вами идти спать? Я попробую. Сергей Валерьевич, ты такие вопросы задаешь. Это мое внутреннее убеждение. Я не могу приходить навязываться. Нет, я не буду. Я буду выполнять и помогать людям с теми полномочиями, которые у меня есть на сегодняшний день. Я была прокурором, я помогала, будучи прокурором, людям с учетом моих полномочий и возможностей. И я сделала все для того, чтобы люди меня сегодня вспоминали и до сих пор мне писали в обращении нашими прокурорами и депутатами. Вот это для меня самый большой акцент. Самый большой акцент. Самый большой акцент. То, что мы сделали, она не прошла давно. Я сегодня депутат от Крыма и Севастополя в Думе. Я пытаюсь помочь людям с документами, которыми меня наделили на сегодняшний день. Ну, депутатство. Это запросы, это публичности. Это мои прошлые заслуги, которые меня сделали публичным лицом. И я могу с вами общаться. Меня слушают. Я регистрируюсь на новый Телеграм-канал. Я пытаюсь создавать себе площадку, чтобы дальше работать, двигаться к чему-то, двигаться. И у меня больше бы поверялось инструментов для того, чтобы помочь людям. Если завтра, например, завтра, да, на следующий год, будет желание и обращение севастопольцем. Вот, Наталья Владимировна, а мы бы попрощаемся к вам. Смотрите возможность там поучаствовать в публике. Я буду рассматривать. Но сама приходить и навязываться. Я же так не могу. Не могу. Кроме того, есть руководство. Которому я благодарна. Они мне дали ответственность на работу. Они мне дали возможность доверия. Эту работу я выполняю. И это хорошо. Кому. Спасибо за вопрос. Спасибо. Что было интересно, когда конкурент и ваше участие нам, собравшимся, наверное, представляется... Ваду, да. Дебату, да. Дебату, да. Дебату. Дебату. Можно конкуренцию устроить и в соревнованиях, к примеру, там, если это спорт, а потом не ягод собрать. А вот если говорить о выборах, вот, о депутатских выборах, вернее, о выборах в законодательном собрании, не кажется ли вам, что на законодательном уровне, ну, необходимо поменять, там, законы, правила для того, чтобы партии были в равных условиях и были допущены все-таки к выборам? А партия получила ответственную работу, отдали возможность, доверили эту работу, и я выполняю ее так, как могу. Спасибо за вопрос. Чтобы было интересно, когда они конкуренты, и в вашем части нам, собравшимся, наверное, представляется... Дебатную, да, дебатную. И как раз, как раз, что же было из того выбирать. Ну, мы можем конкуренцию устроить и в других соревнованиях, к примеру, там, если это спорт, могу в бильярд собирать. Вот, если вы эти выборы, вот, вот, по депутатских выборах, вы не выборы в законодательном собрании, не кажется ли вам что-то на законодательном уровне и не ответить иметь правила для того, чтобы партии были в равных условиях и были допущены к суду? А партии должны быть в равных условиях, и если все в соответствии с законом, то должны допускаться к выборам. Вот, скажите, у нас Единая Россия, я прошу прощения, но у нас, когда еще две с половиной недели люди, мы все должны собирать, у них еще две с половиной недели собирать. А Единая Россия уже концерты по дворам устраивает. Знаете, где раздолблены двор, ставят сцену и все. Так почему глядят, почему наш Даниленко, наш председатель Городской Бразилии, не видев атаку, он был бы вот снятили, Единая Россия. То есть никто этого не видит, все ослеплены. Нельзя проводить никакую агитацию в это время. Почему они это делают? С мая месяца агитация. Простите, но это уже, словом, борзежно. Но если действительно нарушен закон, и так, как вы говорите, то, конечно, а где прокуратура? Не, прокуратуру мы выяснили. У нас, знаете, какое название прокуратуры? Почтовое отделение. Понятно. Простите, что так вам должно быть даже немножко обидно за контактно-центр. У нас они занимаются только пересылкой в отдельном сроке и отпусками. Отписки – это хорошо, а так, в основном, пересылки. Что думает прокуратура, я уже вот не знаю. Потому что ответы нет. Очень жаль, что прокуратура так сбавила обороты и, ну, мне, правда, жаль. Хотя прокурор – это тот человек, к которому уже в крайнем, уже безвыходной такой ситуации обращаешься и думаешь, что тебе помогут. Я надеюсь, что все-таки прокуратура такой когда-то и станет здесь, в Севастополе. Поэтому, дай Бог, чтобы так и было. Но, опять-таки, все зависит от руководителя. Который там был прислан на забытие. Который должен строить. Очень хорошо уже во всех схемах ученый. И мы без понятия, технически, чем они занимаются, вообще, как. Решений нет, понимаете? Даже тот, что я передал, ну, не да, не нет. А что думать? Это еще раз повторю, это член общественной палаты подает запросы. А если простой человек? Ну, таких историй море. Даже здесь в комнате не уместится, если все неотвеченные запросы. Я очень хорошо знаю, потому что люди обращаются. И даже просто с такими просьбами направьте в прокуратуре, чтобы она мне дала ответ на жалобу два месяца назад направленную в ее адрес. То есть, такое тоже есть. То есть, вы с вами сталкивались? Я сталкивалась, да. А как вообще можно выйти, то есть, с вас, и когда, например, в этой ситуации не достаточно? Я сталкивались, да. Я сталкивались, да. Я сталкивались, да. Я сталкивались. Есть какие-то рычаги эффективные, чтобы в этой ситуации? Нужно обращаться, нужно писать. В любом случае есть приемы, есть телевидение. Нужно об этом говорить. И когда ты говоришь, указываешь на конкретные факты нарушения закона со стороны должностных лиц прокуратуры либо МВД, либо ОСК, то об этих публично заявленных фактах уже в Генеральной прокуратуре, либо в ЮФО, ну, управление Генеральной прокуратуры, которое надзирает и контролирует деятельность прокуратур по Южному федеральному округу, берут на контроль. То есть, там автоматически, ну, вот как по приказам Генерального прокурора, вот вы заявили о том, что прокуратура нарушила ваши права, это посмотрели по телевидению, либо показали, либо в интернете. Каждый день, каждое утро генеральному прокурору, его заместителю и курирующему там начальнику соответствующего подразделения в Генеральной приносится сводка новостей. И вот здесь вот он подчеркивает красным и говорит, доложите. То есть, если кто-то заявил о нарушении, то вышестоящий орган, вышестоящая прокуратура берет на контроль и разбирается, что там произошло. Ну, так должно быть. Я понимаю, если у нас прокуратура форму важна, если у нас непонятная ситуация в прокуратуре, надо, получается, идти выше. Надо идти выше, конечно. А были ли случаи, когда штрафуют прокуратуру за внимание своего времени ответа? Если чиновников штрафуют за это, то есть согласно документам? Причем сама прокуратура этим занимается, да? Разные были случаи, потому что люди обращаются в суды, и суды порой выносят решение о привлечении к ответственности органов прокуратуры за то, что он нарушил закон Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан. Есть такие случаи? Есть такие случаи. У нас в городе? По городу не знаю, я в прокуратуре Республики Крым, будучи прокурором, информационные письма получали, и нас ознакомливали с такими фактами, ну, по всей России. Ну, не важно. Крым и Севастополь – это два неразрывных брата, которые всегда вместе. Наталья Владимировна, я тоже очень долго держалась, уже не удержала. Вы очень хорошо сказали про то, что партия в рамках. Ну, считаете ли вы, что федеральная законодательность и стиральность – это что-то изместительные стилилины, потому что вот эти вот эти вот подписи для партии, неразумные совершенно муниципальные лица и так далее? Ну, требуют они, мне кажется, в каждом атмосфере? – Знаете, я не очень детально разбираюсь в избирательном законодательстве. Почему? Потому что у меня не профильный комитет. То есть у меня комитет не по госстроительству, а комитет по безопасности, в котором я работала. Сегодня комитет по международным делам. Поэтому я не могу сказать, что я огромный, великий там специалист в избирательном праве. Нет. Ну, если есть, и вы столкнулись, и кандидаты столкнулись, и, ну, сама жизнь показывает на примерах, которые уже прошли определенные люди, недочеты, недостатки, пожалуйста, пусть предлагают, даже на мой адрес пусть направляют, а я буду уже советоваться с профильными комитетами, с депутатами, с коллегами, для того, чтобы инициировать это изменение. Ну, каким будет результат, я не знаю. Потому что на своем счету, на своем веку я внесла достаточно законопроектов. И, к сожалению, те мои идеи, которые я закладывала в эти законопроекты, остались в экспертном совете фракции «Единая Россия». Они никуда не ушли. Вот. Но, тем не менее, я их внесла. Дальше сама не могу пойти на пленарное заседание и проголосовать «за» или «против». Здесь это же всем на пользу. Потому что тоже правящая партия, которая не имеет конкурентов, все есть. Она просто уделяет стимулы развивания. Конкуренция – это же всегда замечательно, да? Конкуренция – да, это… Спасибо большое. Ну, еще последний вопрос в связи с вашим переходом в новый комитет международным делам. Скажите, пожалуйста, о ваших планах, что вы… В чем будет заключаться ваша работа? Ну, это вообще новая работа для меня. И, если честно, после того, как я ушла в Думу, я изначально хотела идти в международный комитет. Я не хотела работать в комитете по безопасности, потому что очень длительный период времени в прокуратуре, и я выросла в прокуратуре. Все, что я умею, я научилась в прокуратуре. Я ей благодарна, я ее очень люблю, я этой практикой очень дорожу. Это была моя жизнь, была моя жизнь в прокуратуре. Буквально с 4-го, с 3-го курса университета упала в прокуратуру, и все. И все дальше так и пошло. Потом выборы в Государственную Думу. Ну, с учетом Крыма, с учетом всевозможных и невозможных санкций за обиды по Крыму, мне хотелось сменить свое поле деятельности и уйти на международную площадку, чтобы я была прокурором Крыма. Я ее создавала. Я была первым и последним прокурором автономной Республики Крым, независимой со всем. Когда мы провели референдум, и 10 дней там было до подписания договора. То есть мы, прокуратура, как орган надзорный, мы надзирали и смотрели за соблюдением законов. Я могу сказать, нарушен закон, либо не нарушен в ходе проведения референдума, при подготовке референдума. И это я хочу донести своим коллегам на международной площадке. Я об этом хочу заявить. Я хочу рассказать, какие преступления были на Майдане. Потому что я их фиксировала со своими коллегами. Я хочу рассказать, что это было преступление против Украины. Сколько было там трупов. Сколько было... Сколько Украина прошла. И как это все произошло. И кто заставил провести нас референдум. Я хочу об этом сказать. А знаете, кто заставил? Да вот те радикалы, которые прыгали на Майдане. Они нам не оставили шанса. Если все в соответствии с законом, то должны допускаться к другому. А подскажите, у нас Единая Россия. Я прошу прощения. Но у нас, когда еще две с половиной недели, или подписи должны собирать парламентские партии. У них еще две с половиной недели собирать подписи. А Единая Россия уже концерты по дворам устраивает. Знаете, где раздолбанный двор. Ставят сцену и все. Так почему, глядя, почему наш Даниленко, наш председатель в Киеве городской войне, увидев это, он должен снять ее в Едино-Российском городе? Ну все. То есть никто этого не видит. Все ослеплены. Нельзя проводить никакую агитацию было в это время. Почему они это делают? С мая месяца агитации делают. Простите, но это уже, словом, борзежно. У нас действительно нарушен закон. И так, как вы говорите, то, конечно, где прокуратура... Да не, прокуратуру мы выяснили. У нас знаете какое название прокуратуры? Почтовая деория. Простите, что так вам должно быть даже немножко обидно за коллег по церкви. У нас они занимаются только пересылкой. Победа, он сказал, и отписками. Отписки это хорошо, а так в основном пересылки. Что думает прокуратура, я уже год признаю. Потому что ответа на них нет. Очень жаль, что прокуратура так с вами, наоборот. Ну, мне правда жаль. Хотя прокурор, это человек, в котором уже правильно с выхода такой ситуации обращаешься и думаешь, что тебе помогут. Я надеюсь, что все-таки прокуратура его выяснили. Здесь все постепенно. Мне может быть так и было кратой, потому что все зависит от того, как вы делаете. Который там был прислан за Дыгей. Он там очень-очень хорошо уже во всех схемах ученый. И мы без понятия технически, чем они занимаются и как. Решений нет, понимаете. Даже тот, что я вам передал, ну, ни да, ни нет. А что думать? Это еще раз повторю. Это член общественной палаты подает запросы. А если простой человек? Вот таких историй море. Даже здесь в комнате вместе с весьми все неотвеченные запросы. Я очень хорошо знаю, потому что люди обращаются. И даже просто с такими просьбами, а на практику прокуратура, чтобы она мне дала ответ на жалобу два месяца назад на правду. С какой-то уже есть. То есть вы с нами сталкивались? Да, я сталкивалась. А как вообще можно выйти из ситуации, когда вот предыдущие следствия недостаточно исполнилась в этой ситуации? В этой ситуации? Есть какие-то рычаги или эффективность, чтобы предыдущие ситуации? Нужно обращаться, нужно писать. В любом случае есть придумы, есть эти видения. Можно об этом говорить. Когда ты указываешь на конкретные факты нарушения закона со стороны должностных лиц прокуратуры либо МВД, либо МСК, то об этих публично заявленных фактах уже в Генеральной прокуратуре либо в УКО, ну, управление Генеральной прокуратурой, которая надирает, контролирует деятельность прокуратур по южному федеральному округу, делаем на контроль. То есть там автоматически, ну, как по приказу Генерального прокурора, вы за неделю отлично прокуратура нарушила ваши права. Это посмотрели по телевидению, либо показали, либо в интернете. Каждый день, каждое утро Генеральный прокуратур, вы замыслите, вы реагируете на начальный конус, соответствующего поездки, Генеральный, приносится свозьба на бассейн. И вот здесь вот он подчеркивает красный клип, и доложите. То есть, если кто-то заявил о нарушении, то шестоящий орган или шестоящая прокуратура веленный комфорт не разбирается. Что там произошло? Я так понимаю, если у нас прокуратура, если у нас непонятная страза прокуратуры, надо, получается, идти выше. А были ли случаи, когда штрафовала прокуратуру за своевременный ответ? Если чиновников штрафуют за это, согласно законодательству, а прокуратура этим занимается? Рано было случаи, потому что люди обращаются в суды, и судьи порой выносят решение о лечении конгрессивности, за то, что он нарушил закон Шестой Федерации о порядке рассмотрения отношений граждан. Есть такие случаи? Есть такие случаи. У нас в Крым? По опорам не знаю. Я в прокуратуре Республики Крым в случае прокуратуры информационное письмо получали, и нас и накармливали с такими фактами, мы в России. в Севастополе это два первых предупрада коржевые психотерапии. Я тоже очень плохо держалась, сейчас не выдержала. Вы очень неплохо сказали, что партии волнулись в правом условии. Но считаете ли вы, что федеральные законодательства собирается следовать, что они нестили в силу? Потому что вот эти вот воплописи, 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 неразумные совершенно муниципальные фифры и так далее. То есть, ну, требуется, мне кажется, что там может быть, даже внутри эти применения. Да. Знаете, я не очень детально разбираюсь в исследовательном новоэкописке, причем и потому, что в моем выборе у меня комитет не похож на строительство, а проекта безопасности, в котором я работала. Сегодня это международные дела. Поэтому я не могу сказать, что я огромный великим специалистом в избирательном праве. Нет. Если есть, и мы столкнулись, и кандидаты столкнулись, и, ну, сама жизнь показывает на примерах, которые уже прошли определенные люди непочетные доставки, пожалуйста, пусть предлагают, даже на мой адрес пусть направляют, а я буду уже советовать городовыми детами, с деприкатами, с деприкатами, для того, чтобы инициировать это изменение. Но каким будет результат, я не знаю, потому что на своем виду я внесла достаточно законопроектов, и, к сожалению, тема идеи, которую я закладывала в законопроекты, остались в Советском Совете с деприкатами, как цена Россия и с деприкатами. Но, тем не менее, я их внесла. Дальше, сама не могу пойти на пленарное заседание, проголосовать за с деприкатами. В принципе, это же всем народу, потому что там, которая не имеет конкурентов, с ним, она просто теряет с ним дела. Конкуренция это всегда с деприкатами. я могу сказать, Спасибо большое. Ну, и еще последний вопрос в связи с вашим переходом в новый комитет над другим делам. Расскажите, пожалуйста, о ваших планах, в чем будет заключаться ваша работа? Ну, это вообще новая работа для меня, и, если честно, после того, как я ушла в другую, я изначально хотела идти в международный комитет. Я не хотела работать в комитете по безопасности, потому что очень третийный период времени в прокуратуре и я донорствую прокуратуру. Все, что я умею, я научилась в прокуратуре. Это не благодарно, я не очень трудно, я этой практикой очень дорожу. Это была моя жизнь, была моя жизнь в прокуратуре. Буквально с четвертого до третьего курса университета попала в прокуратуру и все, и все дальше так будет. Потом выборы государственные дела. Ну, что там в Крыму? Что там всевозможных и невозможных санкций за имя как Крыма? Мне хотелось сменить свою поле деятельности и уйти на международную площадку, чтобы я была прокурором в Крыму. Я ее создавала. Я была первым и последним прокурором автономной листы независимость со всем. Когда мы провели репренту, 10 дней это было в Крыму. То есть мы, прокуратура автономной надзирали и смотрели за соблюдением закона. Я могу сказать, нарушен закон, либо не нарушен в ходе проведения репрентума, репрогатурки репрентума. И это я хочу донести своим коллегам на международную площадку. Я об этом хочу заявить. Я хочу рассказать, какие преступления были на Майдане. Потому что я их фиксировала со своими коллегами. Я хочу рассказать, что это было преступлением против Украины. Сколько было там трупов? Сколько было... Сколько Украина прошла? И как это все произошло? И кто заставил провести нас референдум? А что нам сказать? Знаете, кто заставил? Да вот те радикалы, были на Майдане. Они нам не оставили шанс. Мы должны их защищать. И сегодня, говоря о том, что это незаконный референдум, мы ищем. Мы защищали свою жизнь, свою воду. они должны вновь вновь все. Потому что мы разговариваем не так про Краму. Вот причина. На сегодняшний день мы тоже есть исторический факт. Крым это Россия, Севастополь это Россия. Дальше надо развиваться и налаживать отношения с Украиной, потому что Украина у нас всегда будет одна. украина. И она хорошая, она не любит. Это просто не те, какие детали, которые украшают. С маслом на лице. Нужно менять, нужно двигаться, нужно возобновляться, нужно снова развиваться. Мы должны были защищаться. И сегодня, говоря о том, что это незаконный референдум, подождите. Мы защищали свою жизнь, свою Родину. они должны были прийти и нас убить. Просто всех. Потому что мы разговариваем не так, как они. Вот и причина. На сегодняшний день, это уже все, есть юридический факт, исторический факт. Крым это Россия, Севастополь это Россия. Дальше надо развиваться и налаживать отношения с Украиной, потому что Украина для нас всегда будет родная. И она хорошая, я ее люблю. Ну просто не тех радикалов, которые там прыгающие, с масками на лице. Нужно менять, нужно двигаться, нужно возобновляться, нужно снова развиваться, процветать. Международное признание Крыма и Севастополя, вот то, что я хочу сделать. Если хотя бы маленькую дольку получится внести свою лепту, это прекрасно. Спасибо вам, что пришли на нашу площадку, где центр Севастополя по превышению первого Севастополя. Спасибо всем, кто участвовал в сегодняшней в дискуссии. Всем вам хорошая работа. Спасибо. Аплодисменты Волчак. К сожалению, исходный вопрос, исходная тема вопроса уже была понята выше, а независимых кандидатов. И вы сказали о том, что подобные вопросы должны решаться бюрократическим путем. после подачи заявления скажите, скажите, пожалуйста, при общем уровне бюрократических приколов в нашей стране возможно ли настоящее решение серьезных проблем? Может быть, на данный момент настоящий народный протест это единственная возможность поднять серьезные проблемы на хоть какой-то высокий уровень для того, чтобы общественность об этом услышала? Я понимаю, Данила, о чем вы говорите. Вы хотите сказать о том, что людей просто никто не слышит. Именно. И эти бюрократические механизмы, которые существуют, они бесконечные и их побороть невозможно. Я с вами согласна. Но есть одно мнение. Любое протестное настроение, любой митинг, любой выход на улицу, вот когда говорят, давайте изменим жизнь к лучшему. Вот как на Украине все зарождалось. Вы хотите жить без коррупции? Все говорят, да. Вы хотите справедливости? Да. Вы хотите качественного здравоохранения? Да. Все этого хотят. И я этого хочу. Но вот те люди, которые кричат и которые собирают молодежь на площади на митинге, они этого не хотят. И на нас, на всех наплевать. Им надо громче кричать и красивее, чтобы лозунг был такой. яркий. Но им не это надо. Им нужен вот этот протест, чтобы поломать существующую власть. Строй. И они сделали свое дело. И получили определенную сумму чемоданчики. И живут себе прекрасно даже не в нашей стране. Понимаете? А менять и что, как эти проблемы решать внутри нашей страны? Это реально проблема. и я не согласна с бюрократией. И я хочу тоже что-то изменить. И я с этими запросами бьюсь, звоню, прошу. Я понимаю, как простому человеку невозможно достучаться до кого-то. Вот сегодня в больницу пойдешь, ты же сегодня на прием не попадешь, потому что ты получи талончик, запишись там куда-то, потом расскажи, а потом тебя может быть примут. И это тоже неправильно. И я с этим тоже сталкиваюсь. Ну, это нужно решать внутри нашей страны, среди наших чиновников. Где-то, конечно, я понимаю, что мы не дорабатываем. Но я, к примеру, со своими полномочиями могу помогать конкретным людям. Вот, к примеру, я провожу прием 200-300 человек. Ко мне приходят и говорят, Наталья Владимировна, я не могу ребенка отправить на операцию, потому что там моя очередь прошла, еще теперь год надо ждать. Я звоню министру здравоохранения, я беру, пишу запрос. Все, на следующий день принимают, все делают. То есть я могу точечно, точечно людям помогать. Поэтому люди идут. Я им за это благодарна, потому что они доверяют мне то, что у них накипело. Но я не могу в целом все изменить. А чтобы в целом все изменить, давайте вместе, надо тогда как-то консолидироваться, предложения свои. Вот вы, молодежь, у вас куча идей, у вас новых идей, вы мыслите не так, как уже заедевшиеся чиновники, которые не могут подняться со стула. Предлагайте, пишите. Я тоже не могу все это сконструировать. Может быть, у вас какие-то идеи есть. Я буду их продвигать. Я буду их доносить. Ну, вы предлагайте. У меня все открыто. Соцсети, телеграм-канал даже зарегистрировала. Вот. Потом, ну что, электронная почта. Связь есть. Если есть какие-то идеи, пишите, обращайтесь. И прямо в конце пишите. Севастополь, земляки. Вот. И будем вместе что-то менять. Но я полностью согласна с вами. И надо, надо менять. Вот эти наши проблемы, накопившиеся, и обиды, она является полем деятельности для того, чтобы кавычках ораторно, революционеры, как бактерии, знаете, они на этом работают, они на этом питаются, и у них больше теперь возможностей, чем у нас, потому что много недоработок. Ну, так и получается. Но, в любом случае, вот была создана комиссия в парламенте по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Я хочу сказать, что разная может быть позиция по внутренним вопросам. Пенсионная реформа, кто за, кто против, на меня могли обижаться, не обижаться, я там чего-то понимаю, не понимаю. Но, вот, в вопросах национальной безопасности и безопасности нашей страны на внешнеполитической арене, вот, чтобы не зашел никто и не разрушил нашу страну, мы консолидированы. Мы все должны быть консолидированы. Мы можем думать по-разному. Мы можем нравиться, не нравиться по каким-то вопросам. Но защищать свою страну надо. Поверьте, потому что это наше, ну, это, это наша жизнь, это наше будущее, будущее наших людей. Это наша гордость, наша честь. Это вообще все. поэтому, какими бы ни были внутренние вопросы, внутренние проблемы на внешних границах по защите нашей России, мы должны быть все едины, вместе. и не важно, у кого, какое мнение о пенсионной реформе, я бы отклонюсь. отклонюсь. Спасибо. 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 Владимир Владимирович. У меня просто накопилось несколько вопросов. Если у вас позволяет время, мы тоже их забыли. Меня зовут Силова Травченко, я представитель движения «Севастопольская альтернатива». Первый вопрос, он связан, в принципе, уже с прозвучавшим здесь вопросом Данила и с предыдущими вопросами. Когда вы говорите, что людям важен протест? Вы понимаете, что, в принципе, власть могла выбить этот стул протеста из-под ног оппозиции, если бы просто допустила их представителей на выбор. Нелогично ли было дать возможность всем, если мы говорим о конкуренции, в том числе и Навальному, его каким-то последователям, дать возможность участвовать в этих выборах? Речь не о том, что это можно в Москве или в Севастополе. Это должно быть возможно везде. И в Москве, и в Севастополе, и в Питере. Везде, в принципе. Вот, если мы говорим о рамках условиях. Что касается реформ, о которых здесь говорили по поводу выборочных избирательного законодательства, то в 1989 году люди, которые планировали подвигаться кандидатами в Верховный Совет РСФСР, они для того, чтобы выкинуться, должны были получить 300 человек поддержки от населения территориального оборота. Сейчас у нас для выборов не в законодательное собрание города, а для выборов Верховный Совет РСФСР. сейчас у нас человек, для того, чтобы попасть в законодательное собрание города, вынужден собирать полторы тысячи, или что-то вроде про Севастополь. В Москве, естественно, больше. Вот. Какие-то очень странные, несопоставимые цифры. Это раз. Мне скопом надо задать вопрос или по очереди. Они относятся к выборам, они относятся к медицине, но еще ряд вопросов. Что касается выборов, я уже говорила, не нужно строить параллели между Москвой и Севастополем. В Москве и то, о чем вы говорите, почему бы не предоставить возможность Навальному выбираться, зарегистрировать его в качестве кандидата. Он вообще хочет идти на выборы? Можно проверить. Так это его дело. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение за хищение денежных средств. Он красиво говорит и вы думаете, что это снимет напряжение или нет? Напряжение это не снимет. Не это ему надо. Извините, я могу не отмечать. Дело в том, что эти вещи параллельны сами собой, и очень страшно. То есть, если есть второе признание Крыма и Севастопа на год, то, что можно сделать. То есть, хотя бы маленькую, но не получится внести свою это прекрасно. Спасибо вам, что пришли на нашу площадку медиа-центр Севастопа для приглашения первого Севастопа. Спасибо всем, кто участвовал в сегодняшней дискуссии. Всем вам хорошей работы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Есть, есть, пожалуйста, еще. Я не знаю, как подобные. Хорошо, мне зовут Борис Куданим. Мой вопрос заключается в общем. К сожалению... Исходный вопрос, исходная тема вопроса уже была поднята выше, а независимых комитетов. И вы сказали о том, что подобные вопросы должны решаться бюрократическим путем. подачи заявлены. Скажите, пожалуйста, при общем уровне бюрократических преподов в нашей стране возможно ли настоящее решение серьезных проблем? Может быть, на данный момент настоящий народный протест это единственная возможность поднять серьезные проблемы на хоть какой-то высокий уровень, для того, чтобы общественность об этом услышала? Я понимаю, Данила, о чем вы говорите. Вы хотите сказать о том, что людей просто никто не слышит. И эти бюрократические механизмы, которые у нас существуют, они бесконечные и их побороть невозможно. И я с вами согласна. Но есть одно новое. Любое протестное настроение, любой митинг, любой выход на улицу, вот когда говорят давайте изменим жизнь по-лучшему. Вот как в Украине все зарождалось. Вы хотите жить без коррупции? Все говорят, да. Вы хотите справедливости? Да. Вы хотите качественного здравоохранения? Да. Все этого хотят. И я этого хочу. Но вот те люди, которые кричат и которые собирают молодежь на площади, на митинге, они этого не хотят. Им на нас, на всех наплевать. Им надо громче кричать и красивее, чтобы лозунг был такой яркий. Но им не это надо. Им нужен вот этот протест, чтобы поломать существующую власть. Строй. И они сделали свое дело и получили определенную сумму в чемоданчике. И живут себе прекрасно даже не в нашей стране. Понимаете? А менять? И что? Как эти проблемы решат внутри нашей страны? Это реально проблема. И я не согласна с бюрократией. Я хочу тоже что-то изменить. И я с этими запросами бьюсь, там, звоню, попрошу. Я понимаю, как простому человеку невозможно достучаться. До кого-то. Вот сегодня в больницу пойдешь, ты ж сегодня на прием не попадешь. Нарочные помощи, там, укончим. Спешусь ты куда-то, потом расскажи. А потом у тебя может быть привод. И это тоже неправильно. И я с этим тоже сталкиваюсь. Ну, это нужно решать внутри нашей страны, среди наших чиновников. Где-то, конечно... Я понимаю, что мы не дорабатываем. Но я, к примеру, со своими полномочиями могу помогать конкретным людям. Вот, к примеру, я провожу, к примеру, 200-300 человек. Ко мне приходят и говорят, Наталья Владимировна, я не могу ребенка отправить на операцию, потому что там, моя очередь прошла, а еще теперь год надо ждать. Я звоню министру здравоохранения, я беру, пишу запрос. Все, на следующий день принимают, все делают. То есть я могу точечно, точечно людям помогать. Поэтому люди и люди. Я им за это благодарна, потому что они доверяют мне то, что у них нагибело. Но я не могу в целом все изменить. А чтобы в целом все изменить, давайте вместе, надо тогда как-то консолидироваться в предложение своей. Вот вы, молодежь, у вас куча людей, у вас новых идей. Вы мыслите не так, как уже заявшиеся чиновники, которые не могут подняться со стула. Предлагайте, пишите. Я тоже не могу все сконструировать. Может быть, у вас какие-то идеи есть. Я буду их продвигать. Я буду их доносить. Ну, вы предлагайте. У меня все открыто. Соцсети, телеграм-канал даже зарегистрировал. Вот. Потом, ну что, электронная почта. Связь есть. Если есть какие-то идеи, пишите, обращайтесь. И прямо в конце пишите, все и вас, только в земляке. Вот. И будем вместе что-то менять. Но я полностью согласна с вами. И надо, надо менять. Вот эти наши проблемы, накопившиеся, керамиды, она и является полем деятельности для того, чтобы в кавычках аратомы, революционеры, как бактерии, знаете, не на этом работают, они на этом питаются. И у них больше теперь возможностей, чем у нас. Потому что, мы вам не доработали. Вот так и получается. Но, в любом случае, вот была создана комиссия в парламенте по расследованию факторов иностранного вмешательства в внутренние дела России. Я хочу сказать, что разная может быть позиция по внутренним вопросам. пенсионная реформа, кто за, кто против, на меня могли обижаться, не обижаться, я там чего-то понимаю, не понимаю. Но, вот в вопросах эмоциональной безопасности и безопасности нашей страны на внешнеполитической арене, вот чтобы не зашел никто и не разрушил нашу страну, мы консолидированы. мы все должны быть консолидированы. Мы можем думать по-разному. Мы можем нравиться или не нравиться по каким-то вопросам. Но защищать свою страну надо. Поверьте, потому что это наша, ну это, это наша жизнь. Это наше будущее. Будущее наших детей. Это наша гордость. Это наша честь. Это вообще все. Поэтому, какими бы ни были внутренние вопросы, внутренние проблемы на внешних границах по защите нашей России, мы должны быть все едины. Вместе. И не важно у кого, какое мнение национальной реформе у нас. Спасибо. Спасибо. Повторяю Владимировну, извините, у меня просто накопилось несколько вопросов. Если у вас позволяет премия, это тоже экзамп. Меня зовут Сева Натравченко. Я представитель движения Севастопольская альтернатива. Первый вопрос, он связан в принципе уже с прозвучавшим здесь вопросом Даниила и с предыдущими вопросами. Когда вы говорите, что людям важен протест, вы понимаете, что в принципе власть могла выбить этот стул протеста из-под ног оппозиции, если бы просто допустила их представителей на выборы. Нелогично ли было дать возможность всем, если мы говорим о конкуренции, в том числе и Навальному, и его каким-то последователям, дать возможность участвовать в этих выборах. Речь не о том, что это можно в Москве или в Севастополе, это должно быть возможно везде. И в Москве, и в Севастополе, и в Питере, везде в принципе. Вот если мы говорим о равных условиях. Что касается реформ, о которых здесь говорили по поводу выбор избирательного законодательства, то в 1989 году люди, которые планировали выдвигаться в кандидаты в Верховный Совет РСФСР, они для того, чтобы выдвинуться, должны были получить 300 человек поддержки от населения территориального округа. Сейчас у нас, для того, чтобы это для выборов не в законодательное собрание города, а для выборов в Верховный Совет РСФСР. Сейчас у нас человек, для того, чтобы попасть в законодательное собрание города, вынужден собирать полторы тысячи или что-то в этом роде про Севастополь. Мы говорим, в Москве естественно больше. Какие-то уж очень странные несопоставимые цифры. Это раз. Мне к скокам задать вопрос? Или по очереди? Потому что остальные не относятся к выборам, они относятся к медицине. Там еще ряд вопросов. Что касается выборов, я уже говорила, не нужно строить параллели между Москвой и Севастополью. В Москве, и то, о чем вы говорите, почему бы не предоставить возможность Набальному выбираться, зарегистрировать его в качестве кандидата? Он вообще хочет идти на выборы? Это его дело. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение, за хищение денежных средств. Он красиво говорит, и вы думаете, что это снимет напряжение? Нет. Напряжение это не снимет. Это ему надо. Наталья Владимировна, извините меня, можно ли я вмешаюсь? Дело в том, что эти речи параллелятся с самим собой. Вот что страшно. То есть, действительно, вы совершенно правильно говорите протест мошки и протестовое шоколе, которые собственно и нет. Это разговоры в основном. Они совершенно разные речи, разные по характеру. да. Но постепенно они могут сблизиться и они, может быть, даже где-то уже... То есть, люди... Артестом в Севастополе могут воспользоваться. Да. Может быть. Да. Это логично, и это вполне можно предугадать и просмотреть на будущее, что этим настроением могут воспользоваться те люди, которые воспользовались всеми этими делами в Москве. Но, опять-таки, существуют законные методы. Если, действительно, в наглую нарушен закон... Вы совершенно правильно говорите протест мошки и протесты Варшова, я говорю, только на немецкие. Это потому что беззаконные в основном. Они совершенно разные. Разные характеры, да. Но постепенно они могут видеться, и они могут даже быть уже предвидеть. Протестом в Севастополе могут воспользоваться. Да. Да. Это логично, и это вполне можно предугадать и просмотреть на будущее, что этим настроением могут воспользоваться те люди, которые воспользовались всеми этими делами в Москве. Но, опять-таки, существуют законные методы. Если, действительно, в наглую нарушен закон и кого-то не регистрируют, ну, прям, вот, действительно, очевидные вещи. Но о них надо говорить. Нужно заявлять. Это нужна реформа. Если реформа законодательства, предлагайте. Я думаю, что все, вот, почему, допустим, Навальный, продемонстрировать ему, что поддержка его будет стремиться к математическому банку, по Натальюнину. И после этого у него уже не будет оснований говорить о том, что он там возглавил все эти доли. Я понимаю борьбу Севастополя за то, чтобы показать, что Навальный не на коне, как говорится. Вот. Ну, дело в том, что здесь такие тонкие политические есть моменты, в том числе с другими людьми, которые стоят за Навальным. И они не совсем ясны до конца. И о них невозможно говорить, потому что достоверной информацией никто не обладает. Поэтому лучше, наверное, не будем комментировать ситуацию с Навальным, но по закону он не может баллотироваться, потому что он судим, он привлекался. На нем речь была не о тех кандидатах, которые по логике, если они не вырушают законы, если они не выявлены иностранные агенты, если нет всех этих нов, если правоопределительные органы не имеют на них по логике они по логике должны были быть допущены. То есть все у них собрано честно, нет мертвых душ, и прочее, о чем они говорят, что это не так. Я сейчас хотел задать другой вопрос, он связан с медициной, которую мы здесь уже обсуждали. Мой коллега и Виктор Киселев неделю назад провел на нашей пикетке, здание правительства посвященное положению дел медицинских городов. Там один вопрос связан с неоткрывающейся уже полгода поликлиникой о соблюдении федерального законодательства, но один из вопросов, на который мы не можем получить ответ, то, что у нас в городе не хватает медицинских кадров, да, потому что человек, который вынужден приходить в поликлинику, записывался к афтальмологу, но его там просто, как этого афтальмолога, их там считанные единицы этих специалистов на весь год. Одна из проблем, почему такой вопрос в кадре вообще стоит, это их низкая заработная плата. Вот. Вопрос президента. В прошлом году, да, то есть, когда замирался майский указ, да, то есть, вот разумевалось, что ниже определенного уровня бюджетные специалисты не могут получать. Вот. Я понимаю, как минимум в севастопольской медицине, речь вообще не стоит о том, что они получают, работая по всем необходимым нормативам, вот эти вот необходимые минимумы, они получают меньше. Потому что люди регулярно отписывают у нас в комментариях, о том, что они не получают этот минимум, как заставить чиновник, я не знаю, как по федеральному или региональному уровню, выполнять свое обязательство по отношению к медицинским работникам, для того, чтобы люди хотели работать. это уже уголовная статья, если это действительно так. Для этого нужно проводить проверку. я с удовольствием напишу запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы они организовали проверку в здравоохранении Севастополя и проверили, соответствует ли заработная плата, выплачиваемая врачам, установленным критерием и нормативом, или нет. Прекрасно, многие Севастополицы используются. Там идет эмиссия врачей в другие регионы, и в городе что спадает. Причем я знаю, что в Севастополе, в Крым много желающих перевестись, чтобы работать, ну, а в чем проблема, в чем-нибудь зарплата, она установлена для всех одинаковая, и в бюджете деньги есть. Да, на компанию, сколько интересантов во всем этом. Я думаю, что народу тоже не понимает. Конечно. Вот здесь написано, причем того, что якобы то, какого получает, то, то, это какого-то и так это введение в севастопольском указе в 2012 году. Ну, это ждет. Да, она каждый год подходит, но тем не менее... Запрос подготовлю и направлю первому севастопольскому окону. Я призываю коллегу завершать нашу встречу. Один вопрос и одно вопрос по желанию. У нас город, одна из главных его проблем это то, что с одной стороны планируется развитие города и для этого городу нужно больше людей. С другой стороны, город уже перенасыщен неучтенными, незарегистрированными людьми, из-за этого большая нагрузка на социальную, транспортную, в том числе, нагрузка на те же медучреждения, образовательные учреждения. В следующем году, в 2020 году, насколько мне известно, крымские филиалы австаз должен проводить новую перепись. Но перепись способна выявить только те, кто зарегистрирован, либо же те, кто готов как выдать эту информацию. Либо вы подсказать, либо, может быть, каким-то образом инициировать рассмотрение для проблем, как сделать так, чтобы получить реальную информацию по существующему количеству людей. Потому что все в городе гадают, сколько здесь человек. Официально там 443 тысячи, а не официально 600, 700, 800, не понятно. Пока мы не знаем точных данных, непонятно, каким образом и сколько вкладывать в город. Сколько нужно полицейских, сколько нужно медработников, сколько больше людей. Ну, об этом задумывается, наверное, губернатор, и он, прежде всего, заинтересован узнать точное количество населения медицинского ступора. Поэтому напишу запрос, чтобы предложил, как это... Нет, существует еще у нас МВД. и их, кстати, статистика тоже, она, может быть, даже намного двернее, чем статистика будет у Росстата. Потому что для них это очень важно, кто зарегистрирован, кто не зарегистрирован, они же свой отчет ведут. Конечно, конечно. Поэтому совместно как-то им надо объединяться и уже выводить среднее арифметическое. и последний вопрос. Здесь уже звучали вопросы о вашем возможности губернаторства. Знаете, вы сказали, что нужна инициатива с ним. Смотрите, у нас есть общественное движение. Мы, Севастопольская интернатива, к вам относимся. Я, как минимум, мой коллега, после селёвки арифметическое движение. Вам относимся. С огромной симпатией, потому что мы чувствуем вас определенное чувство справедливости. Я не люблю перехваливать арифметическое, но это есть. Если, к примеру, инициируем среди людей, среди севастопольцев вопрос, хотели бы они видеть Наталью, потом и нам, если мы получим положительный вопрос, кто вы будете и нам, то есть. Я пока не знаю ответа, я не могу ответить на этот вопрос. У него нет ответов, если бы мы инициировали. Все. Это ваше право. Спасибо. Спасибо большое. Для меня это вообще Ребята, давайте это рефил. Давайте. Да, конечно, это не регистрируют. Прямо, вот, действительно, очевидные вещи. В них надо говорить. То есть, можно, если не понимаете? Правильно. Это нужна реформа. Если реформа законодательства, предлагайте. Я думаю, что Всеволод имел в виду, что? Почему допустить Навального? Чтобы продемонстрировать ему, что поддержка его стремится к математическому какому-то минимуму. И после этого у него уже не будет оснований говорить о том, что он там возглавил всех обездоров. Я понимаю Борису Севастополя за то, чтобы показать, что Навальный не на конях. Прямо говоря. Дело в том, что здесь такие тонкие политические есть моменты, в том числе с другими людьми, которые стоят за Навального. И они не совсем ясны до конца. и о них невозможно говорить, потому что достоверной информации никто не обладает. Поэтому лучше, наверное, не будем комментировать ситуацию с Валерий, но по закону он не может адаптироваться, потому что речь была не лично, а о нем речь была во всех тех кандидатах, которые по логике, если они не нарушают законы, если они не вырезают иностранные агенты, если нет всех этих «но», если правопределительные органы не имеют все эти информации, не могут им это предъявить, они по логике должны быть допущены. Все у них собрано честно, нет мертвых душ и прочее, о чем они говорят, что это не так. Я сейчас хотел задать другой вопрос. Он связан с медициной, которую здесь уже обсуждали. Мой коллега Виктор Киселёв неделю назад провел этот начинтикет перед созданием правительства посвященный вложению дел в медицине города. Там один вопрос был связан с неоткрывающейся уже полгода поликлиникой, соблюдением федерального законодательства. Но один из вопросов, на который мы не можем получить ответ, это то, что у нас в городе не хватает медицинских кадров. Потому что человек, который вынужден приходить в поликлинику записываться как офтагмологу, его там просто нет. Их там считанные единицы специалистов на весь год. Одна из проблем, почему такой вопрос вообще стоит, это их низкая заработная плата. Вопрос президента. в прошлом году, когда формировал этот майский указ, то есть разумевалось, что ниже определенного уровня бюджетные специалисты не могут получать. Я насколько понимаю, как минимум в севастопольской медицине речь вообще не стоит о том, что они работают по всем необходимым нормативам, вот эти вот необходимые минимумы, они получают меньше. потому, что люди регулярно отписывают у нас в комментариях, о том, что они не получают времени, как заставить чинов федерального или регионального управления выполнять свое обязательство по отношению к бюджету, в частности к медицинским работникам, для того, чтобы люди хотели работать. И у нас по-русски вы говорите, это действительно так, для этого нужно проводить проверку. Сейчас, допустим, мне пишут запросы в генеральный правород, чтобы они организовали правоохранения и проверили, соответствует ли заработная плата, выплачиваемая врачам, установленным критерием и нормативом, или нет? У вас прекрасно, многие севастопольцы сказали вам за это. Большое спасибо. Мне сразу идет эмиссия врачей и регионы, и гордущих сторон. Причем, я знаю, что в Севастополе, в Крым много желающих перевестись, чтобы работать. А в чем проблема? Почему зарплата такая? Она установлена для всех одинаково. И в бюджете деньги есть. Что с остальным это будет? Причем, да, тут надо копать, потому что истоки заинтересантов во всем этим. Недовольство народу тоже не понятно. Ведь могут со всех сторон загнетаться. Вот здесь нагнетается путем того, что якобы столько, сколько получаете, сколько и есть. Вот кто-то это на каком-то этапе тормозит для ведения все обыкмайские указы были в 2012 году. В 2012 году. Актуализировалась эта информация? Да. Она каждый год подходит. Но, тем не менее, официально разбирается. Мы подготовлены направлены как до первого года. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Один вопрос и одно вопрос, что желание. У нас город, одна из главных его проблем это то, что с одной стороны планируется развитие города и для этого городу нужно больше людей. С другой стороны город уже перенасыщен неучтенными незарегистрированными людьми. из-за этого это большая нагрузка на инфраструктуру, социальную, транспортную в том числе опять же нагрузка на те же же медучреждения, на образовательные учреждения. В следующем году, в 2020 году, насколько мне известно, крымский филиал его стата должен проводить новую перепись. Но перепись способна выявить только те, кто зарегистрированы либо же те, кто готов дать эту информацию. Могли бы вы подсказать или может быть каким-то образом инициировать рассмотрение этой проблемы как сделать так, чтобы получить реальную информацию по существующему количеству людей. Потому что все в городе гадают, сколько здесь человек. Официально там 443 с чем-то тысячи. А не официально 600, 700, 800. Непонятно. И пока мы не знаем точных данных, непонятно каким образом и сколько вкладывать в город. Сколько нужно полицейских, сколько нужно медработников, сколько учителей в больницах и прочее. о том задумывается наверное губернатор. Он прежде всего заинтересован знать точное количество населения в Севастополе. Поэтому пишу запрос. Что интересно, я думаю никто не знает как существует еще у нас МВД. Их статистика тоже может быть намного дырнее чем статистика будет потому что для них это очень важно кто зарегистрирован и кто не зарегистрирован и они же не Не важно с регистрацией объекта человек у них записан. Конечно. Поэтому совместно им надо объединяться и уже выводить среднеаритмитический. Последний вопрос. Здесь уже звучали вопросы о вашем возможном губернаторстве. Вы сказали, что нужна инициатива снизу. Посмотрите, у нас есть общественное движение. Мы, Севастопольская альтернатива к вам относимся. Я и как минимум мой коллега Виктор Киселевка к вам относимся. С огромной симпатии потому что мы чувствуем у вас определенное чувство справедливости. Я не люблю перехваливать но это есть. Если, к примеру, мы инициируем среди людей среди севастопольцев вопрос а хотели бы они видеть Наталью Патроновскую к губернатору если мы получим положительный подход готовы будете выставить этот добрый Я пока не знаю ответа я не могу ответить Вы не против если мы инициировали свои стороны Это ваше право. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.